Я не готовился, чтобы вы понимали У меня это все в голове Вот у этого парня хороший генетик Как у него? Получится что-нибудь или нет? И там начинается такой Федоров, ты выносишь катлер И тут вы появляетесь в пиджачке В голубенькой рубашечке Я ничего не делал, а у меня все Как будто все делится, начинает вылезать Ну и тут получилась вот эта вот таблетка Вот этот вот укольчик, вот этот шприц Который в принципе завел их в эту жопу Аж рассказывает И у меня аж мурашки, вот просто Найти там папина выражение лица То есть у него взгляд всегда До чего-нибудь докопаться Это унизительно, когда человек, помимо своего выступления На обезвоживании и на всем Думает, куда ему засунуть Презерватив с мочой чистым А мы говорим про вред 50 граммов коньяка Грубо говоря Я сегодня, как твой наставник, должен тебя тренировать Ты, как тренируешься, должен тренироваться Я ему выдал Ну и короче, все, что я по этому поводу Там со всеми матами Со всеми этих последствий Ты знаешь, просто потому что Я думаю, вот здесь нам будет закончить Дорогие друзья, для всех тех, кто следит за своим здоровьем И старается мониторить свои анализы Я бы хотел порекомендовать приложение Которое дает вам от 30 до 40% скидку Если вы сдаете в клиниках партнеров с этим приложением Клиники Гематест, Хеликс Также добавится скоро Инвитро И еще, по-моему, какая-то клиника В общем, все обновления За всеми обновлениями вы сможете следить В самом приложении Что вам нужно сделать? Скачать вот это приложение Выглядит оно вот так Просто зарегистрироваться И в кабинете вам уже начислить 5000 бонусных баллов Этими баллами вы сможете оплачивать до 30% вашего заказа Что вам нужно сделать? Вам нужно выбрать необходимые вам анализы Нужно выбрать ближайшую для вас клинику И все Оплатить анализы через кабинет Пойти на следующий день сдать В любое удобное для вас время И все Вот вам скидочка Мелочь, а приятно Но на самом деле чекапы стоят и по 3, и по 5, и по 7, и по 10 тысяч рублей И минус 30% с этих анализов Очень приятный бонус для вас На тестостерончик, там еще на что-нибудь В общем, приходите Проходите по ссылочке Скачивайте приложение И экономьте на анализ В общем, начнем Подкаст, обещанный, наверное, полгода назад Моим подписчикам Александр Федоров Прошу любить и жаловать Уже очень много выпусков Для тех, кто не в курсе, что такое подкаст Ну, чтобы вы понимали Это просто беседа Беседа Это я не вам объясняю Я внимательно слушаю Что такое подкаст Мне просто понимают Подкаст это просто беседа Разговор, обсуждение чего-либо Какой-либо темы Или вопрос Это не интервью Поэтому те, кто будут Писать в комментариях заранее Это я не интервьюирую Александра А просто общаемся на темы Но 90% подписчиков на канале В курсе Кто такой Александр Федоров Но для тех, кто будет смотреть впервые И будет впервые Так скажем Видеть вас Я бы хотел познакомить их с вашей биографией Точнее, чтобы вы познакомили моих подписчиков С вашей биографией Грубо говоря Не будем там очень сильно подробно Но Тезисно Во сколько пришли в бодибилдинг Во сколько начали соревноваться И так далее И уже когда будут какие-то вопросики вытекать Я так думаю Интересные подписчикам Я их буду задавать по ходу дела Вашего рассказа Вот Друзья Во-первых, всем привет Ром, спасибо тебе Что мы тут собрались наконец-то Сколько мы раз? Три раза Отменяли Это только за последний месяц Три раза Значит, смотри Если рассказывать вообще Про меня Я про себя не очень люблю рассказывать Но И когда спрашивают Когда вы начали? Я тогда сначала Двенадцать лет Нет, ну думаю Папа же меня в качалку привел раньше Блин, я думаю Наверное же Еще раньше Когда я еще и не помню Он меня привел Поэтому все началось от отца То есть я сначала Неосознанно ходил в качалку Причем качалка вот была Такая вот Такого вот Туражного вида Это там Сначала Кстати Первая качалка Началась же У нас в хрущевке В подвале Поэтому точно Я первый раз в качалке Был тогда Когда еще мне было Там, я не знаю Лет, наверное, пять Вот Но это все было неосознанно А потом потихонечку Потихонечку С двенадцати лет Я начал ходить качаться С ребятами С друзьями Уже так В залы Неосознанно Плюс Еще было Тэквондо Параллельно Вот С четырнадцати лет Уже были поставлены Конкретные цели Задачи В пятнадцать лет Были первые соревнования Специально организованные У нас было три друга Я занял тогда почетное Второе место посередине Друзья перестали После этих соревнований Какой год? Слушай, мне было там Мне было пятнадцать Это ровно Тридцать лет назад Категорию юноши Или тогда категорию юноши Это юноши до восемнадцати А нам сделали еще категорию До шестнадцати лет До шестнадцати То есть это специально Такую категорию Знаешь, как сейчас Вот детишки бывают Выходят в категорию Сделали Детский фитнес Да, да Типа детского фитнеса Вот ровно тридцать лет назад Можно сказать Вот Ну и после этого ребята Друзья мои Перестали соревноваться Хоть и тренируются Один тренируется Другой Царство ему небесное Умер Вот Я пошел дальше Мы уже с отцом Тогда поставили задачу Стать чемпионом мира По юниорам Вот ребят Тогда Которые ездили На чемпионат мира Попадали в финалы Я помню там шестое Вроде пятое место Но чтобы юниоров Среди русских Чемпионов мира На тот момент не было Вот я в девяносто восьмом году Становлюсь первым чемпионом мира Среди юниоров А за год Какой у вас был? Двадцать лет Тогда было Двадцать лет Двадцать лет Грубо говоря Ну до этого чемпионом я Россия становился Сначала чемпионом города Потом чемпионом России Потом уже по мужикам Я начал выступать Соревноваться Будучи юниором То ли было Вот И в девяносто седьмом году Поехал Вот если помнишь Есть прозвище Русский Арнольд Русский Арнольд Пошел прозвище После девяносто седьмого года Джиллман Оупен Соревнования Я стал абсолютным чемпионом По юниорам И получается так Что ровно Определенное количество лет Они там Я не помню Сколько-то Назад Шварценеггер Выиграл точно так же Это точно такие же соревнования С точки на таким же отрывом И вот тогда Когда все это Произошло В журнале Москва Ревью Вроде назывался Журнал немецкий Была статья про это Ухватились российские журналисты И вот у меня появилось Таким образом Прозвище Русский Арнольд Вот оттуда все началось Ну в девяносто восьмом году Я выиграл чемпионат мира Вот В девяносто девятом году Становлюсь второй На чемпионате Европы Уже по мужикам В Испании так же И попадаю То есть год спустя всего Вы уже по мужикам Да-да-да И мне тогда еще 21 Вроде не только вот 21 буквально Вот-вот Еще даже вроде не стукнуло Я стал второй И попадаю на допинг-контроль Два года международная дисклификация И год внутрироссийская Я на все это дело забиваю Там был небольшой конфликт с федерацией По этой тематике Ну спустя Там значит В 2002 году Так получается Что я возвращаюсь В то время была создана Профессиональная лига Бодибилдинга и фитнеса И ее Сергей Николаевич Никешин поддерживал Очень круто поддерживал Тогда направление было Такое Очень серьезное Были очень грандиозные планы Я сейчас знаешь Уже вдаваться Не могу сказать Что там Что как Не так пошло Но идея была Очень хорошая Спонсор был достаточно серьезный И политический уровень У этого человека Серьезный И до сих пор он серьезный Вот Он очень сильно фанател От этого спорта И чемпионат Европы Который проводят в Октябрьске Это полностью С его поддержки С его подачи Ну то есть Организованный Со спонсорской стороны И поскольку Как бы я возвращался За год Причем вот Такого состояния Учитывая то Что два года Я вообще ничего не занимался То есть Женился Есть свадебные фотографии Вот как моя жена Стоит худенькая Такой же и я Рядом в костюме И вот за год Я делаю форму Которая Реально стреляет В 2003 году Есть Ну таких воспоминаний Сколько разница В килограммах За год У вас Ну тогда Ну так Ну давай так скажем Я думаю Что весил Килограмм 90 Да На сцене Я выступал Когда Россию Европу Выиграл 120 118 Соревновательных Соревновательных Вес То есть Межсезонье Было В районе Там 135 Нет Столько Я не гонял Там Весом Ну ладно Ну 130 Может быть Было Да Вот И на соревнованиях Вроде Джон Но 121 Килограмм Что-то Такое Но я думаю Что Чуть меньше То есть Они зафиксировали 120 184 184 Сантиметра Да Вот И Европа Тогда Далась И благодаря тому Что на Европе Очень хорошо выступил Тогда на Европу Приезжал сюда В Питер В Октябрьском Милош Сарцев Тогда вот Первое знакомство У нас состоялось И он Очень сильное Содействие Повлиял Для того Чтобы не появился Контракт С Юниверсом То есть Ну Выиграл я Европу Так С запасом С таким Без вариантов Это вот Та самая Знаменитая Ваша форма Да Европа Когда вы выиграли Там очень жесткая Жесткость была Очень серьезная То есть Рельеф был Такой На 120 килограммах То есть Не так давно По моему В инстаграме У себя Выкладывали Произвольную программу С чемпионата Европы Нет Это еще не Европа Это только Чемпионат Это чемпионат России В Москве Через полгода Уже Это уже Потому что Европу Я выиграл Весной 4 мая А весной Я уже С Колманом Катлером Осенью Я стоял С Колманом Катлером Это как раз Россия была До Колмана Катлера После возвращения Настолько быстро У вас начинает Развиваться карьера Спортивная То есть Грубо говоря Не выступали Вы два года Два года Получается Два года Вы не выступали Потом вы готовитесь На чемпионат Европы Подожди Даже больше В 99 Я залетаю В 2002 Только начинаем И в 2003 Только выхожу То есть Это почти 4 Ну почти 4 года Сразу сходу Вы выигрываете Европу Город Город Россию А ну то есть Все эти Конечно Там такого не было Что ты Что сразу Европу Нельзя было Это как сейчас Я поеду Не поеду Там раньше Такого не было Ты сначала Должен город Выиграть Потом ты едешь На Россию По итогам России Ты едешь На чемпионат мира Или чемпионат Европы Дорогие друзья Извиняемся Что прерываем вас От интереснейшей беседы С Александром Но Мне очень хотелось бы Рендовать для вас Канал моего друга Тренера чемпионов Категории Мэнс физик Его еще называют Тренер сия Мэнс физик В России Александр Перминова Вот тут будет Ссылочка на его канал А также все ссылочки На его соцсети Будут в описании Что он показывает На своем канале По факту говоря Он показывает Как они разъебывают Различного рода чемпионаты Потому что все его спортсмены Как правило Забирают всегда пьедестал У него уже Достаточно много спортсменов Которые перешли В профессионалы Получили доступ В про Но не активировали Еще свою про карту И вообще он показывает И освещает Турниры Как они готовятся Как они подводятся И все в общем и целом Поэтому дорогие друзья Контент достаточно интересный Я уверен Сашка будет радовать вас Регулярностью Своих новых роликов Картинка заебись Потому что Снимает Наш оператор Алексей Вот Переходите по ссылочке Переходите на его канал Подписывайтесь Комментируйте Проявляйте активность Помогайте В общем нам Простым спортсменам Простым смертам Развивать свои Соцсети И благодаря вам Мы растем в первую очередь Поэтому Спасибо огромное вам За то что отвлеклись И переходим дальше На беседу с Александром Это было ваше первое возвращение Тогда Слава богу Тогда не травм была Просто дисквалификация И после паузы Это было первое возвращение Просто акцентировать На этом внимание Потому что оно еще было Ну вот Соответственно Потом у вас Выигрываете Европу Милош Сарцев Я так понимаю Поспособствовал контракту Как происходило Вот это вот заключение Контракта Если помните Кто связался с вами Вы написали Письмо федерации Владимир Иванович Дубинин Я уже там не помню Как-то это происходило Если честно Откуда там вся информация Но точно я помню Что через федерацию Все проходило Ну как вам Вот вы проснулись Как до вас дошла информация Надо было заехать В Владимир Иванович В Дубинину Вы приезжаете Да И там уже на американском языке Было предложение Да Согласились Посмотрели Я уже честно Вот не поверишь Я настолько Вот эти моменты Даже не помню Я один запомню Что нам пришлось Юридически переводить контракт Потому что это было первое Ну то есть Раньше же ни у кого не было такого Нам нужно было понимать Вот и тогда Это были первые Две тысячи долларов Будучи здесь Тысячу долларов Каждый месяц Поставок из Америки Суда питания Только хотел спросить Две тысячи долларов Зарплата Извиняюсь Деньгами Деньгами И на тысячу долларов Вы заказывали спортивное питание Я не заказывал Мне нужно То есть Это не то что заказывал Это необходимость Мне просто нужно было выбрать Что мне нужно А все Грубо говоря Каждый месяц Приходили в одно и то же время Питание Помните Какой объем Это был спортивное питание На тысячу долларов В то время Ну это много Просто для меня Мне этого хватало Я единственное Знаешь Тогда не было Не было тогда У меня Такого Чтобы барыжничать Этой истории И поэтому Мне что нужно было Я все заказывал То есть У меня были Тогда я понял Animal Pack Animal Flex Вот эти все витамины Аминокислоты были Разновидность Очень большая была Там 23 аминокислоты Оранжевая банка Сейчас помню 1900 Это зеленая этикетка 3001 Синяя В таблетках То есть Я все это помню Протеин был То есть Все что мне нужно Все было Были витамины То есть Все что нужно было Мне все было Ну то есть Вам этого хватало Или еще оставалось Оставалось Друзья Я не еще раз Не было такого Что знаешь Какой-то борзоты Такой вот Ну то есть Не было Что мне нужно было У меня все было То есть Мне как бы Знаешь Брать для кого-то Это как бы Ну для меня Дурной тон был Ну конечно Если там Оставну папу Мне подъедал Да конечно С друзьями Ну и поверь мне Что я в то время У меня не было рядом Вот это сейчас Я в зал прихожу Я раньше тренировался В подвале С отцом вдвоем У меня никого не было То есть Это такая история То есть У меня там Большого количества Общения Во время Подготовительного сезона Не было Контракт с Универсалом Это 2003 год Был заключен Еще я тебе так расскажу Он когда пришел Он же пришел Под осень А первого июля После того как я европу выиграл Я рву грудь Вот То есть контракт я подписываю После того Порванной грудью Но они не знали этого То есть я настолько Это сделал на свой страх и риск То есть это было испытание Отказаться Ну ты понимаешь да Какой вот Светит Светит какая история А что будет как дальше Будет непонятно Она порвана Ну вроде как сказали Просветили что там Нижние два полокна Оторваны Давайте вернемся вот Во время травмы То есть Как После чего Она была получена Почему она была получена Эта травма То есть Ну по любому Это сейчас Почему Или тогда почему Вот почему Произошла тогда травма У вас Тогда Какой этап был у вас Ну вот Чуть-чуть Все очень просто Смотри Когда закончилась Европа Это был май Дальше соревнования Вы не планировали Все То есть у меня был отдых Off season Да Off season Это как раз Я занялся Первый июня Июня Да Потому что Пришло приглашение В августе месяце Там Где-то на Байкале Были соревнования И Поступило предложение Алекс Приезжай Там типа У тебя хороший шанс Выиграть Ну то есть Хотели видеть Ну я Хорошо Будем тренироваться То есть Планы мои не входило Но гиперкомпенсация Жесткая идет Мы же тогда Не очень правильно умели Выходить из состояния Начинали просто Ржать А учитывая то Что Форма была ядерная То есть Зажатая была очень сильно То есть Как губка такая Высушенная Пересушенная Я очень сильно поднабрал А что такое Сильно поднабрал У тебя очень много силы Форма Я не держал форму Постоянно Форма Отходила на нет Сразу же После соревнований Вот Ну и связки И ты же прекрасно понимаешь Силы дофига А связки неподготовленные Я когда в зал пришел Это первая тренировка На грудь утренняя Ну и понимаешь То есть Насколько Это было Маразмом сейчас Я понимаю Будучи наставником Тренером Да Но тогда мне казалось Я там Великий Царь и бог И я все это Знаешь Там Космос Потому что Всегда гиперкомпенсация Давала очень много силы А тут еще Был ее в два раза сильнее То есть Ну У меня очень хорошо шли Там Жим лежа Ой не жим лежа Становая тяга И приседания То есть Я приседал порядка Там 350-3040 килограмм С бинтами Да Но вот этой Постановкой Качковской Вот Ну бинты Опять же Эластичные Мы не говорим Про эти трикоты Обычные Не лифтерские Профессиональные Обычные Чтобы колено держало Чтобы колено держало Вот И Так получается Что жим лежа Как-то не догонял Если брать Там все же хотели Что ты по пауэрлифтингу Выступи Я понимал Что жим лежа Как-то Ну при таких Весах Когда я посетаю И стану тягу Не котироваться Не котироваться То есть У меня где-то Примерно Я жал там 210 Где-то Что-то такое И у меня там На два раза Если я 200 пожму 3 Это вообще Выше пилотаж был А тут доходит до того Что 200 Жму 6 И с запасом Вот И у меня такое Блин А если вот Что-то 235 У нас было Я такой Всегда стремился Пап Я говорю Если вот 250 Он еще тогда спрашивает Может быть не надо Но четвертонный Пожать То есть И даже хотелось Понимаешь И у меня был Надел Что я на Вот 250 Вот точно Или у меня там 240 Что-то было Я уже пошел Я хотелось 250 Ну что-то Ну приличные веса Уже пошли Вот Он говорит Точно уверен Я говорю Да уверен Я 200 Пожаловал У меня там В руках То есть Ничего не дают Но знаешь Я могу так Предположить Что был дискомфорт Потому что Молодость Это безбашенность Самый Глупый враг Который Самый такой Серьезный враг Молодости Это безбашенность Когда ты Кажется Что ты все можешь Но не анализируешь Четко Происходящее Да Потому что Сегодня четко Понимаю Что есть Вот эти фасции Которые Триггеры Так называемые Так вот Моя грудь Она просто Ими переполнена То есть Сейчас там Взять После массажа Так проводишь Она вся В таких Знаешь Как бы Зажимах Именно поэтому Мне кажется Мне кажется Что она еще Легче Чем 200 Понимаешь Опускаем Начинаю Сжать Она Жмется Все До сиденья Доходит И вот Раздается Резина Четко Она просто Падает Отец Страховал Там Руку Поранил Так Обстойку Она Потому что Напрюшки Все Вот и Вот в этот момент Конечно Все началось Такая эпопея Тут же Ну вот Все Вы понимаете Там Все Прекрасно Понимаешь Жопа Все То есть Жопа Ты В шоке Меня тут же Отец Довозит До жены Жена Меня К доктору К доктору Домой А это Вроде Не ошибаюсь Вообще В выходной День Что Такое Было Ну вот К нему Поднимаюсь Я вот Как был В такой В теплой То есть У меня Майка Еще Сверху Такая Толстовка Была Чуть Ниже Всегда В теплом Занимался Это Лето Все Я приезжаю К нему Только у него Снимаю У меня Кровяной Мешок Такой Висит Уже Уже Висит То есть Вот так Висит Я такой Хоп У меня Уже Пошатой Силет Не больно Ничего Там Тепло Какое-то Идет Такого Болевого Синдрома Нет Вот Таблеточку У меня Чик Припух Что делать Ну ничего Делать Ждем Пока Рассосет То есть И вот Здесь Три Особо Нет Я не парился Ну то есть Как бы Конечно Нет Я подвязал И все Потому что Мы не знали Что делать То есть Руку подвязали Старались Не шевелить Ждали Пока Грубо говоря Кровь рассосется То есть Не было Почему-то Я не знаю С чем это связано Но Док сказал Что ни в коем случае Мы кровь не будем Откачивать Этот мешок Не знаю Вот В итоге Уехал на дачу И Очень любил В то время Ездить на водных мотоциклах Вот это просто У меня там Каждые выходные Летом Это такая история была Очень любил Не то что там Погонять А именно Знаешь Волны устраивать И в них нырять На сидячем И вот тут Так получилось Еще у нас На дачном реке Волхов Она достаточно такая Длинная И Хорошо что Я упал рядом с пирсом Потому что Потому что На мотоцикл Ну это уже Прошло время То есть Это где-то Через дней 5 Уже Так более-менее Ну что уже Надо существовать Просто в принципе Это нормально Рука начала шевелиться Я вроде более-менее Ну нормально Все вроде функционирует Все нормально Вот Ну понятно Что есть дискомфорты Определенные Но тем не менее Я когда Упал На мотоцикл На этот Гидроцикл Забираешься же сзади А у меня Рефлекса Подтягиваться Нет Она нет То есть Я это не мог Понять Что я Подтянуться Не могу И вот тут Начался Вот тут Начался Страх То есть Это уже Понимаешь Что уже Жопа И что делать Непонятно Ну по крайней мере Потом Меня закидывают В барокамеру Ну вот В МРТ делать Ну как-то Как вы туда пролезли Вот таким-то образом Меня где-то Нашли эту штуку Вот так запихнули Попытались просветить Ну нет Сквозь вот это все Мясо крови Там на все остальное И выявилось Что вроде как Оторвана Большая грудная Нижних два волокна Как сказали Так смогли просветить Ну вот Такой диагноз Был Вот так Как сказали Так сказали Ну и в конечном итоге Приступили к тренировкам Там физиотерапия была Там Все процедуры Начал тренироваться Еще до операции Я тебе рассказываю Какая операция Операция была уже после того Как уже все Уже второй Уже после второго контракта Операцию только сделал То есть там все было Все было по-другому Конечно Августовские соревнования пропустил Начал готовиться уже к осеннему сезону Вот Ну потому что опять же Контракт уже с этим Спарсиональной линии Лига у меня была Был Да это первый контракт Который вот По возвращению в Европу Я выигрываю Они конечно Меня никуда не бросили С этой травмой Со всеми делами То есть финансирование продолжалось Стипендия это была Тогда еще Пашка Ершов Тоже был на этой стипендии Мы вместе Вот Или Паша Ершов Нет Или Паша уже не было Это было дома Дисклификация Я вот это Не помню А стипендию платила вот Наша Российская Федерация Или Не федеральная Не 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 Стипендию просила Профессиональная лига Бодибилдинга и фитнеса В России Которая была создана Сергея Николаевича Никешина Это отдельная лига О которой я сейчас пытаюсь Пытаюсь говорить Что такую индустрию Надо создавать Вот И она тогда имела Свои стипендиаторы То есть аля Это альтернативная Это не то Это не альтернативная Это такое Сказать Жест доброй воли Будучи при Федерации Основной Создать вот такую историю Чтобы профессионально Да Чтобы лидеров Спорта То есть лидер Если ты Выступаешь Всех лидеров Поддерживали Какими-то Стипендиями То есть Ну было таким образом Создано То есть была основная Стипендия была Я чуть-чуть Дойдем Слушай Я тебе так скажу Не помню Но порядка 500 долларов Вроде была А ну это в целом 2000 В то время 500 долларов Этот Это Ну нормально В то время Подожди У нас еще У меня еще На тот момент Еще универсала не было Только просто Да то есть На эти деньги Я 2002 год Там и готовился И мне хватало То есть Это хорошие деньги В то время Вы Не работали По факту Ну то есть Вы были спаштменом Подожди 500 И если я не ошибаюсь То есть вроде до 1000 Дошло Вот что такое Короче мне этих денег Хватало Чтобы женой вдвоем Жить и готовиться Спокойно Да Я не работал Я чисто тренировался Два раза в день Это уже моя профессиональная работа Ключилась То есть Можно сказать В 2002 году У меня уже был Профессиональный образ жизни За то что я качался За то что я качался Мне платили деньги Сколько таких человек На тот момент В России было Слушай Если я не ошибаюсь Пашка Ершов Еще тоже получал Стипендию Если я не ошибаюсь Вот Если я не ошибаюсь Или это было До дисквалификации 99 год Потому что она была создана Вот это время Она существовала Там еще девчонки были Вроде Если я не ошибаюсь Я не помню Сейчас По количеству людей Это была Очень небольшая Ну тем не менее Тем не менее Да Тем не менее Было Просто Дальше нужно Как-то было Это все развивать И я не знаю Как это на политическом уровне Потому что Будучи спортсменом Я не лез Никогда Вовнутрь И как все это Развивалось Но идея С точки зрения Меня как спортсмена Мне это очень сильно помогло То есть Такая опора Такая опора Мне дала шаг вперед Помимо того Конечно Меня отец Очень сильно поддерживал Это однозначно Но тем не менее Появились люди Которые со стороны Мы оказывали Очень хорошую поддержку Но опять же Ты понимаешь Что поддержку тебе оказали Нужно что-то показать из себя То есть Не показывали Из-за того Что просто перспективный У тебя хорошие пропорции Хорошие пропорции Хороший характер Это не говорит о том Что ты парень Что-то добьешься То есть Ты сначала должен себе Как-то показать И уже после этого Но это как раз таки Вот к вопросу сейчас Что ребята еще Ничего не выиграли По факту Ничего в спорте Не добились Но они уже Грезят А каких-то Им уже должны Априори Ну вот мы разговаривали Как-то на тренировках Это постоянно все обсуждало Даже в то время Вот И Человек должен был Иметь какие-то титулы Какие-то звания Слушай, я неоднократно Был уже чемпионом России Ну да Я уже в то время Был чемпионом мира Среди юнеров Титулованный спортсмен Да И Международный Среди чемпионат Германии Выигрывал И Ну это серьезно И на телевидении В то время На телевидение Попасть гораздо Даже сложнее Было Чем сейчас И Телевидение Тогда придел Как только чемпионат мира Я выиграл Даже вот ролик У меня есть Мне вот там Мне тут недавно Прислали его Как я там интервью Даю Мне очень понравилось Даже Сам себя послушал И порадовался Короче Даже вот Будучи там Молодым Да Парнем Достаточно здраво Размышлять Типа того Да Вот Получается Заключаете контракт С универсалом Начинаете подготовку На осенний сезон Еще будучи Не прооперированным То есть вы начинаете подготовку С травмой Которая не позволяет вам Делать очень много Движений Травма не позволяет Мне делать верхние тяги На спину И Все что сверху То есть широким хватом Узким хватом могу Широким нет И штангу сжал Только 70 килограмм Не больше Ну Вы сжали В смысле 70 килограмм штангу Я мог пожать На пределах На оставшихся волокнах Грубо говоря Я не знаю Каким образом это происходило Ром Для меня загадка Потому что Ну я дальше тебе расскажу Как это все выглядело То есть тогда я сжал 70 килограмм То есть дальше Как-то было болевое ощущение Непонятное какое-то Ну вот Вообще Начинается уже Концентрация Не имею отношения То есть я полностью Даже видно было По моему движению Отец говорит Больше не надо Это 70 килограмм На каком весе Мы могли остановиться И дальше Я не боролся с тем Чтобы мне Каким-то образом Хотя бы там Левую грудь То есть даже упор был Даже налево Правую Пытались каким-то образом Ее Как-то вот Хотя бы Расшевелить Вот Но тем не менее Да Вот То что Порвана связка Это уже узналось Потом Оторвано Да Потому что Потом когда уже оперировали Когда осенний сезон Был всех соревнований А ты понимаешь У нас Задняя поза Идет широчайшая Сзади А следующая поза Трицепь сбоку То есть ты понимаешь Что я значит Сзади стою А у нас же мочегонки Это в то время Мочегонки так жестко И сводила мышцы Круто Это сейчас более-менее Мы уже такие опытные А тогда все немножко Было по старинке То есть ты Раздвигаешь широчайшую Сводишь плечи То есть грудь же все равно Поднапрягается Ну конечно Ее сводит Следующая у меня поза Трицепь Сбоку И всем насрать Что тебе больно Ты должен улыбаться И вот после каждого соревнования Рука вот так вот синела Под гримом было не видно Потому что грим То не протан был Тогда это была У нас совершенно другой drimtan Это помазуха Помазуха была И под ней не видно было Но тем не менее После каждого соревнования Рука синела До следующей соревновании Вроде отек сходил И опять все заново Это получается Кровотечение начиналось Она надрывалась Надрывалась Она надрывалась И в итоге Когда уже все соревнования прошли вот это самое интересное когда прилетел еще и второй контракт с flex а как раз это было катлер и колман это как раз я выступал с порвана грудью то есть не прооперированы прооперированы то есть так все и получилось то есть я вообще думал что принципе я вообще оперировать уже не собирался потому что вроде я к этому привык и мог нормально уже тренироваться то есть в принципе меня уже как но не буду жать столько но вроде как мы что-то там прогрессируем вроде нормальные мысли были такие вообще забить на операцию а вот и выигрываю город выигрываю россию и вот тут до россии или после россии сразу владимир ваш вызывает меня а цель то было в то время выиграть машину на кубке аэродмен 2003 году кубок атлантов проводил как раз сергей николаевич никешин но поскольку он это была самая основная мотивация потому что он моим спонсором был очень сильно помогал и конечно мне очень важно было будучи его спортсменом до выиграть соревнования и поэтому вся цель и вся целеустремленность была нацелена туда ну и однозначно еще машина значит 2002 году я не помню кто и выиграл был ford mondeo а в 2003 ниссан максимума то есть это худо-бедно на тот момент до 32 тысячи долларов стоило то есть это но это прилично даже есть буква армена кубок армена два раза я помню что и если не ошибаюсь еще вроде еще раз еще какие-то соревнования были но короче совсем молодым было я не помню вишневский как-то там я не поможет быть я могу ошибаться но больше вот чтобы в россии раскрыть машину такого не то есть 22 раза и на следующий год то есть вот я мне машину а поскольку это машин сам не свой меня задача машину было выиграть этот владимир иванович меня вызывает где-то саша там приезжают профессионалы колман катлер и все ребята после олимпии гран-при но здесь будет проводиться в москве не дали разрешение на двоих любителей которые могут выступить вместе с про вот значит я и тогда мог шансов алик ну возьмешь надо так хочу быстро выйдем мне хоть фотки будут то есть вообще задачи такой не было чтобы там как-то чего-то на вот и вот после россии раз я ухожу и вот этот бум и вот этот бум произошел то есть я сам я вышел только сфотографироваться когда меня вызывает первом к лауде а я тогда еще к первому колоду относился ну то есть это сейчас мы понимаем первым к лауде ты финале а тогда как бы когда меня сковым катлером вызывает на сравнение вот фотки будут на память да на воды научился смотреть не в зрительский зал а в сапфиты потому что найти там папина выражение лица который смотрит на тебя он всегда найдет твой недочет но у него взгляд всегда до чем докопаться это ну то есть трэш это очень ну такой поэтому я понял так что я смотреть там не буду я уже все ничего не сделала если вы что-то серьезное будут орать и чем мы там буду будем же спать но вот взгляд и ловить чтобы эмоционально там нет я нет я в сапфиты но вот и потом как бы начинаем позировать и там поворачиваюсь боком после но двойной бицепс спереди понятно так себе широчайшие сбоку так себе боком поворачиваюсь бицепс сбоку показываем и там начинается такой федоров ты выносишь катлера там что-то началась такая история это голову софитов взгляд опускаю вниз и первых попадается владимир дубинин такое лицо ну то есть я не понимаю что про то есть для меня понимаешь все равно было закрыто в моем представлении о том что я могу конкурировать я там ради фоток старая атлеры колман да а там получается такая что началась такая очень ярая поддержка очень ярая я понимаю что в этот момент под я стою в этом бицепс сбоку у меня начинаешь вылезать прям вылезает я ничего не делал у меня все как будто все делится начинает вылезать следующее это спина широчайший сзади но двойной сзади широчайший меня уже эйфория то пошла я буду встаю туда все начинает опять говорит что колмана ой катлера выношу и тут меня то есть все я уже кураж поймал и все бы чтобы я там не делал меня так вообще как бы не вставал уже все шло даже выходил и произволка отошла и потом еще с катлером за сценой посидели пообщались и вообще соревнования прошли ну и после этого автоматом прилетает контракт опять же тут посодействовал милош еще посодействовал то есть такая история была но на банкете когда я стал третьим я же не попал то есть в принципе если бы я был бы на тот момент профессионалом я бы уже могут 2004 году ехать на олимпию но поскольку мне карты профессионал не было мне за счет того что я вот там мне про про карту эту вот и настоящий год я являлся уже официальным профессионалом тогда же по сути про карту можно было выиграть только выиграв чемпионат мира единственный больше ничего вариантов да да потом то чемпионат европы только чемпионом мир и чемпионом мира или чемпионом америки до нашим остальным других вариантов быть не могло но поскольку я вот в таком случае в энди мили а прямо на банкете подошел алекс вот так и он тогда сказал если хочешь вы дальше выступать тебе нужно что-то делать с грудью нужно шить и вот мы начали поставка соревнований закончился начал искать кто будет делать но и в итоге вот так сложилось что александр васильев шумела 122 медсанчасти гранд мед до сих пор то клиника существует он занимался пластической хирургией но пластической операциями груди и женские вот эти истории вот он вписался но и только при вскрытии мы обнаружили что когда сначала было же нижние два волокна большой грудной оказалось чтобы оторваны всем кроме одного верхнего и связка так от кости оторвана изначально операцию планируем там на полтора часа в итоге что-то около пяти нашего вот из-за этого ну как бы чуть-чуть не рассчитали видать наркоз очень сильно сошел весикулярный аппарат где-то на полгода то есть я не мог ну например в кино я не мог ходить я не мог и рядом ездить на машине то есть это мучение прям вот если надо очень медленно боя то есть весикулярный аппарат не справлялся с предстоящим то что я не контролирую то есть вот если прийти например в кино большой экран и я то есть у меня сразу мутило я уж не говорю о том что там карусели какие-нибудь или фильм там звездных войн это вообще треш то есть сразу же мне тут же можно было в туалет то есть переборщили я не они меня засчитывали он только при вскрытии увидел что не связь которого то есть поэтому это хорошо что у него подручно все было сразу же все это принято добавил и сразу пришел потому что задача была зашить так что больше не порвалась в итоге там двойночный русский кроссовки там есть фотографии в развязи вы можете смотреть ну это такие вещи которые изменить нельзя они произошли и мы можем только анализировать и рекомендовать и советовать то как делать не нужно есть примеры но кто будет вот это напрягает сейчас больше всего я думаю сейчас это самое основное что чем и строга тоже сам все рвутся но не я все же а как правило все же но рвутся не на обязательно на больших критичных весах большинство травм на разминках происходят травма операция реабилитация после травмы это какой год 2003 4 4 2004 году значит после того как мы договорились 2004 году прямо 11 января как только новогодние праздники заканчиваются я на первый же день уже шьюсь восстановление очень жесткая получается потому что но опять же никто не рассчитывал операция таких ну понимаешь до 2004 начало 4 года большой практики таких операций не было и когда все зашили наложили гипс что от неподвижность потому что пришлось делать дырку в кости чтобы сделать затянуть эту связку должна была образоваться костная мозоль костная мозоль чтобы не перетёрвать нужно неподвижность неподвижность продолжать где-то полутора месяца полтора месяца то есть рукой нельзя двигать плюсом она вот как ключицу ломаешь она же так подвязана но и понимаешь да вот это вот расстояние это расстояние у меня постоянно здесь она находится под гипсом ну и как-то я ходил ходим учета почесывается почесывается я почесывается почесывается почесывать чувство воняет не только нет а и плохо себя чувствует начал температура 37 ничего то есть когда уже там я мы еще были на даче хорошо там есть был еще хоть мужские руки были потому что нужно было гипс это отрезать гипс это не как сейчас там гипс гипс женскими руками что не делать я сам себе помочь не могу и он тогда просто этими наши те которые ветки просто нижнюю часть не отрезает мне там уже все гнить чего-то то есть это хорошо вовремя с похватились и вот на первом фоне на первом этапе все это жена там брала укажи это ну типа не могли ну дело не понимаешь ну во первых промывали промывали но ну качки то есть обычного человека же рука так нет ну то есть понимаешь то есть как думать не подумавшую а здесь ну вроде я даже не понимаю как так произошло понимаешь то есть как это было но прикол вот такой вроде казалось бы мелочь так когда можно было а мне туда же не подлезть было в общем дело не там даже не помыться но он же не снимался это потом когда мы уже нижнюю часть отрезали что потому что он вообще паялся, чтобы даже вот она не рассеялась, то есть вообще нужно было полностью неподвижность. И когда уже нижнюю сделали, потом я уже схуднул, я уже снимал на какое-то время, только руку держал, то есть я уже начал мыть, уже поняли, что такая хрень. Короче, ну весело, очень жестко, весело. Гипсы мы снимаем, значит, 11 января делаем операцию, конец марта снимается вся эта история. Ну, чтоб ты понимал, рука 54, это рука 42, то есть атрофаза полная, то есть вот эта часть больно-здоровая, это полностью просто никакая, то есть... Причем, грудь... Здесь кое-старчик. То есть нету, здесь ничего нету, чтобы 42 рука, объем руки 42, то есть вот эта 54, это 42. Это трэш, и я сэнди взял, что мне в 2004 году пришлось выступать. Сколько, сколько времени у вас на момент, когда вы сняли гипс, было на подготовку до старта? Это еще не все. А, еще не все. Меня в этот момент относят в квартиру, то есть там всякие разные прибуды приходят, и момент, когда мы снимаем, помимо всего этого, у меня рука не поднимается, потому что сустав умер от неподвижности, он не поднимается, не то, что у меня больно, он не поднимается, то есть он просто, все, рука не поднимается. Не то, что у меня, она не функционирует. Вот, пока мы начали разрабатывать, и в конечном итоге, где-то, считай, конец мая, только начала рука подниматься. Не говоря уже о том, что... А соревнования были конец октября, начало ноября, там что-то такое. 1-2 ноября, если ошибаюсь. Это соревнования были обязательны по контракту с универсалом? Они были не только обязательны с контрактом к универсалу, они были уже обязательны с контрактом Флекс, потому что... Флекс Магазин, да, это Маскран Девелопмент и Флекс, это одна корпорация, которая обладала... Это журнал вот эти, да. Вот два раза во Флекс я был на обложке. Есть у вас это журнал? Сохранились? Да, сохранились дома, к сожалению, они есть у меня в инстаграме, обложки. Вот, и поэтому, конечно, готовятся. То есть ты хочешь не хочешь, не было возможности пропустить. Тем более, опять же, это гран-при проводилось в Москве, тогда уже только приехал только один Колман. Форму я все равно добью, она, конечно, была не такая жесткая, но если посмотреть, видно, что там такой толстоватый немножко, но, тем не менее, все равно удалось. Как возвращались объемы? С какой скоростью? Было это прогнозируемо так, что это будет так хорошо или так плохо? Это не было так прогнозируемо, это просто очень сильную упертость, понимаешь? Упертости, ты понимаешь? Для меня важная сила мотивации тогда, когда в меня верят, когда мне есть спонсоры, когда кто-то за мной стоит и меня поддерживает. Все, мне больше ничего не надо. Я все остальное сделал сам. И уже несколько раз это так происходило. Я даже не знаю, как это получает. Мне дают легко сам. Ну, не то, что легко, конечно, легко там ничего не получается. Ну, понятно, да. Но, когда люди стоят там... Чисто мескание. Сергей Николаевич, который платит стипендию, я понимаю, что Европу... Я ему тогда сказал, Сергей Николаевич, я выгляжу такой, как я через год Европу выигрываю. То есть, ну, надо понимать, что это соревнования по мужикам такие еще не выигрывал. То есть, серьезно Европа. И тогда надо понимать, какие соперники могут приехать. Я сказал, что я сделаю максимум того, что я могу сделать. В итоге получилось вот так. И всегда, когда я вижу, чувствую за спиной поддержку, будучи, то это партнер по бизнесу, будучи еще это близкий друг или еще кто-то, кто меня поддерживает, для меня это дается... Я не имею права подвести. То есть, это идет всегда. То есть, всегда так было. И сейчас. Ну, подготовка. Реабилитация. То есть, грубо говоря, в мае... Смотри, что сказал доктор. Доктор сказал, Саша, делай все. Вот есть болевой порог, например, да. Ну, раздели его на 100%. Ну, такое примитивное, чтобы было тебе, говорит, понятно. Он говорит, ну, вот на 40%, на 30% болевого порога ты можешь доходить, больше не делаешь. То есть, не делаешь ничего через боль. Я сегодня понимаю, что лучшая реабилитация тогда, когда ты тренируешься, но не делаешь ничего через боль. На грани. Вот чуть-чуть, вот как бы тянешь чуть-чуть и все. Не надо форсировать. Только с каждым разом стараешься чуть больше, чуть больше. В голове рисуешь как бы стратегию развития и потихонечку, с каждым днем ты ее преодолеваешь. И это получается, реально получается. То есть, если рука сначала поднималась так, так, стараясь выше, выше, потом там с помощью, папа там поднимал сначала мы просто руку, потом с гантелькой до этого момента. То есть, каждый раз ты шаг за шагом какие-то делаешь сподвижки, и ты идешь, 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 идешь. Так это значит, сначала рука стала подниматься, потом мы начали тренироваться, потом стали сжать, потом, смотрю, и веса пошли потихонечку. Ну и, в принципе, уже к концу где-то я уже начал, за соточку это перевалил уже, пожалуй. Знаешь, когда 140, пожалуй, думаю, уже все нормально, кто креп. Единственный момент, понимаешь, в груди ощущения длились долго, наверное, года 3-4, там был оголенный какой-то нерв. Если неудачно дотронуться, вот это здесь, да, там просто как очень, не то что 220, как будто 360 тебя током дергает. Да, то есть, я не знаю, как это было, то есть, в момент какого-то напряжения, что там, как там происходит, очень сильно было, потому что там же сетка поставлена, то есть, армированная сетка стоит, и синтетическая связка двойная. Так более, она так стоит, что в то же время, когда я в Америку улетал, это же времена, когда небоскрыбы дарахнулись. То есть, пеликола, рамка. Пеликола так, что один раз ничего не пропустили, то есть, они пеликоли всегда, то есть, они приносили, то есть, я прохожу пеликую, я говорю, меня здесь, то есть, у меня был документ о том, что у меня операция была сделана, ну и все равно там один докопался очень жестко, хорошо, это уже там таможенник американский подошел, у него у сына тоже такая операция какая-то была, он старшей смены был, меня пропустили, а так, треш, ты там что-то везешь, у тебя там что-то вшито, и началась такая история. Хотели на какой-то там рентген отправить. Сделали форме турниры, какие были турниры? Ну, опять же, я же уже тогда был профессионалом. Да, вот я про них говорил. Только один. Один турнир. В 2004 году только один турнир, я тогда подготовился к этому турниру и все. Чтобы сделать квалификацию на Олимпию. Турнир, квалификацию получили? Да, в 2004 году я стал второй после Коумана, получил квалификацию на Олимпию и стал первым, кто получил не приглашение, а именно официальную квалификацию. Прямую квалификацию, да. То есть, достаточно тогда было, были турниры, ряд турниров, но их тогда было не так много, во-первых. То есть, это серия, то есть, раньше было как, ночь чемпионов, Арнольд Классик и серия после Олимпийских гран-при. Все. Это сейчас там. Любой про турниры. Турниры, 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 турниры. А тогда поэтому первые три места получали квалификацию на Олимпию. Да, вот так вот. Первые три, да. Поэтому я и в 2003 году мог уже стать, но не был про карты. Получаем квалификацию на Олимпию. Ну, Олимпию, получается, уже год, да, до Олимпии? Да, на следующий год. Следующий год. Вы готовитесь на Олимпию. Параллельно у вас теперь есть поддержка компании Universal спортивным питанием. Наша российская еще федерация. Федерация, когда мы заключили контракт, она уже отпустила меня. Все. Ага. Да, потому что, ну и тогда мы поговорили, то есть меня вывели из речки в океан. Дружище. И желаем тебе удачи. То есть все хорошие, добрые отношения. Пустили золотом. Да, и они остались, то есть остались ребята, которые были любители ими занимались. Что дальше? Плюс два контракта у вас был еще Flex Magazine и еще один у вас каким-то? Нет. Flex Magazine он в себе нес и Maskell, Maskell Fitness и Flex. А вот Maskell Development это конкурирующая организация. Понятно. Два контракта у вас было. То есть это две тысячи от Universal и… Потом стало четыре. А, еще четыре. Когда вы уже получили квалификацию на Олимпию? Да, они поменяли. В сумме, короче, чуть меньше десяти тысяч долларов было в месяц. С вторым как-то с Flex? Это остальные Flex пласят? Угу. Шесть тон? Да, там. Ну чуть больше. То есть надо же понимать, что плюсом оплачивали же все еще переезды в Америку. Это бизнес-класс был. Это тоже Flex все делали? Они вместе между собой это делали. Ага. А условия, допустим, что они для вас делают, понятно. То есть и цифры, все. А что в условия контракта именно к Flex подходило? Ну, во-первых, если ты помнишь фотографии во Flex на меня на фоне памятников, например. Нет, ну… Там… Они делали на вас контент. Добро говоря, сейчас… Да. Контент, и ты понимаешь, что в свое время… Это у нас. Ты в журнале «Геркулес» снимаешь за просто так. А там так не работает. Ну, даже не за просто так. Ты еще иногда и платишь деньги, чтобы там… А там по-другому все история. То есть там все изначально было. Я не знаю, как сейчас, но там очень много все за развитие. То есть особо… Особо ты… Если ты перспективно интересен, есть о чем о тебе писать, есть… История какая-то. История какая-то. Когда ты интересен, ты на контракте. То есть журнал платит своим спортсменам деньги за то, чтобы делать с… Этот журнал непосредственно создавать контент. У них тогда очень серьезная индустрия была. Ну, да. Тогда, в принципе, грубо говоря, о бодибилдинге мы могли где прочитать? Только в журналах. Ну, по факту. Не научно… Если я не ошибаюсь, вроде на 8 языках он… Издавался по всему миру. По всему миру. Вот. Даже есть русский флекс? А, ну, это уже чуть позже, наверное, было. Потому что тогда, когда вы имели контракт, что флекс… Вроде да. Русского не было. Только на английском языке было, да. Вот. Тогда вообще, в принципе, какой-то иностранной литературы, именно вот эти журналы с периодом было невозможно… Ну, он тоже был, если так разобраться, там, если не ошибаюсь, 30% информации они брали только оттуда и добавляли. Там тоже какие-то условия были, если не ошибаюсь. Все не полноценный период. Ну… Десять тысяч долларов. На тот момент я… Давай так… Чуть меньше. Ну, пусть… Чуть меньше. Я уже так, знаешь, округлил. Там, здесь не было, ну, может быть, там, может, около 98-909… Ну, все. Около 9 тысяч долларов. Вы также продолжаете заниматься профессиональным бодибилдингом. Только бодибилдингом. Никаких у вас мыслей нет на то, чтобы начать какой-то бизнес, что-то как-то… Вот тогда это глупость. Если вот мы говорим про какую-то глупость, тогда… Что не начали… Ну, во-первых, у меня эпоха такая была, такая, знаешь, немножко поучительно-жизненная, да, скажем. У меня родился первый ребенок. Немножко другие отношения были… Был такой кризис первый, семейный, вот, что привело к такому, знаешь, разваду небольшому. А это очень сильно влияет. Плюсом, операция не так просто, она бесследно ушла. Потому что даже момент отторжения в течение двух лет мог произойти. И все мои форсажи, которые были, конечно, доктор это вообще не приветствовал. Это, конечно… Это все в знак минус. Это все в знак минус. То есть, грубо говоря, ничем хорошим. Плюсом, ну, ты понимаешь, да, когда все-таки два контракта, это… Я представляю, если бы… Что бы со мной было, если бы тогда было бы такое поле медиа, съемок и всего остального. Я думаю, мне бы звездная болезнь тогда была бы 100% обеспечена. То есть, тогда в основном снимали… Ну, что там, Леша Веселов, Геркулес, образно, да, там, еще там, может быть, кто-то тогда… Петрухин, в свое время Игорь. У них Get Big, да. Да. То есть, мне было очень сильно большой вот этой единости составляющей, поэтому, да, и тогда это известность твоя была, она только внутри знающих людей. Она не расходилась. Внутри комьюнити. Не было такого, что тебя узнают, там, где-то в кафе, там, еще что-то. То есть, такой нет. Ну, то есть, тебе подходит, почему ты такой здоровый. То есть, все хотят… О, ничего себе, вы чем занимаетесь? А не то, что… А вы чем занимаетесь, да? И достаточно было сказать, я манную кашу, если хорошо ел, и все. Понимаешь? Вот. Поэтому… Но, тем не менее, все равно планка уже такая была, знаешь, задрана немножко. Надо честно отдавать себе отчет, что самоуверенность была сильная. И я думаю, что здесь вот это все геморрои… Мы тогда… Тогда же Вишневский меня очень сильно готовил, помогал. То есть, он полностью… Папа меня курировал по тренировочному процессу, а вот фармакологии, диету – это вот Саша занимался этим вопросом. Ну, и мы тогда говорили, что поедем в Америку за месяц. И там типа… Ну, как-то у меня в голове, что там форма адаптации, там наверстаем. Ну, какой-то такой бред сивой кобылы. Ну, ты не… Ну, для меня бред за месяц. Ну, ты, если уезжаешь жирный, ты не можешь все сделать быстро. Да. Понимаешь? То есть, если ты просрал момент подготовки, да, и самонадеянно там… Да вот успею… А с чем было связано? Ну, еще раз говорю, это… Личные отношения раз. Это… Это… Понимаешь, все, что со мной происходило, для чего это нужно. То, что я сегодня говорю ребятам и считаю себя наставником, это не от того, что я такой… Знаешь, я все это через это прошел. Я знаю, что я говорю. Я не буду говорить то, что я не прошел. Или я тогда скажу, попробуй так, вполне возможно, может тебе это понравится. Но если есть вещи, которые конкретно… Я через это прошел. Поэтому, если какие-то моменты у тебя случаются по жизни, какие-то недостающие, ты становишься не ресурсным. Ты не в ресурсном состоянии, не можешь добиться тех высот, к которым ты стремишься. Если у тебя на карту поставлено все… Все. Откуда же организованы у профессиональных спортсменов сборы? Именно потому, чтобы его не дергали. Чтобы никто не отвлекал его. Ничего… Никакие суеты. Даже телефон забирается. Даже какие-то… Ты, если помнишь, Шварценеггер даже не поехал на похороны своего родителя. Да. Это… Понимаешь, все судили, как это… Как это так можно было? Это жизнь. И нужно понимать, какую цену ты за это платишь просто. Ну, и он же, ну, по сути… Он же как-то в интервью говорил об этом. Он говорит, ну, а что я там могу изменить? Конечно. Ну, то есть, по сути, у меня на кону, грубо говоря, соревнования Олимпия, да? И так произошло, так случилось. Я ничего не смогу изменить, но я могу просрать Олимпию, грубо говоря. Поэтому… Уверенный, да? С такими железными яйцами, который психологически… Не сломался. Не сломался, да? И сделал это. Да. То есть, именно поэтому он добился-таки высот. То есть, у него это сто процентов, когда есть по слове «собаки лает, когда он идет, это Шварценеггер». Это вот он стержень. Потому, ему насрежь, что вокруг он идет к своей цели. Но вот тут вопрос, хотелось бы знать его поближе, чтобы узнать, а через каких людей он перешагнул? А он перешагивал? Потому что… Потому что вот изначально мы строим себе кумира, да? А вот надо четко отдать. Мы это видим только финишную прямую, а вот что происходило, кто знает его поближе… Клуары. Клуары все. И что там было на самом деле, мы же не знаем. И поэтому, когда говорят, там знаешь, кто-то кумир, даже на меня там смотрят. Вот, Александр, вы у нас кумир. Не, не создавайте кумира, потому что у вас своя жизнь. Можете смотреть, брать только сливки. Сливки для того, чтобы создавать свою историю. Они же и показываются в целом, но сейчас в медиа, в соцсетях только верхушка. Конечно. Только сливки, только то, что люди хотят видеть. Только то, чему хотят подражать. Но внутрянку вряд ли кто-то будет. Нет, не будет. И человек, когда записывает какую-то там сторис или выкладывает какой-то пост, да, если это не блогер, который транслирует всю свою жизнь вообще и хайпится на этом, то… Ну, как правило, понимаешь, этот блогер не имеет таких больших достижений, кроме того, что он очень медийный, с точки зрения того, что он много болтает на сети. Но у меня тогда вопрос, понимаешь, а кого мы смотрим? Какую цель-то мы не преследуем? Мы… Что мы… Ну, мы… Кто-то мотивируется, кто-то… Чем? Чему? Это… Это вопрос каждому непосредственно, да. Да. Вот. А… Чуть-чуть вернемся к тему Олимпии. Вы выступаете на Олимпии. О, собеседник еще один пришел. Вы выступаете на Олимпии. Вы выступили вы, ну, скажем так, неудачно, потому что форму туда… Очень, очень неудачно. Это самая худшая форма за то время, которое могло быть. И более того, 2005 год я выступаю на Олимпии. И в 2006 году я заканчиваю, потому что мне не вытянуть эту форму. Знаешь, и, может, сказалось, и физическая усталость. После операции очень жестко все это было. То есть до операции мне давалось все легко, после операции было… и вроде у тебя и контракты есть, вроде и все, и ты в такую элите, но все было не так. А как к вам… Ну, то есть вы на пике, вы профессионал, вы зарабатываете деньги тем, что ходите в зал, держите диету, тренируетесь, контракты… Как к вам пришла мысль о том, что на пике, на взлете пора заканчивать бодибилдингом? А везде, когда закончились контракты, они же тоже они же срочные. Ну, там, типа, заканчиваются все. В 2006 году они закончились, и на этом все закончилось. То есть ты не показываешь результат, результаты не показываешь, и ты никому не нужен, пойми. То есть, по сути дела, это грамотная политика, она мне нравится. Если расти чемпионов, то ты должен показывать результат. То есть до этого момента я показывал результат, у меня все было нормально, у меня здесь было хорошо и до этого. Но потом так, и для меня тоже это стало очень хорошим поспорящим, то есть вот с тобой может что-то случиться, и ты можешь стать никому не нужен. Да. Да. Закончились контракты, закончилась на тот момент, как вы думали, ваша профессиональная карьера в бодибилдинге. Какие у вас были дальнейшие действия? Два года полной жопы. Финансово и психологически. Понимаешь, когда ты занимаешься, качаешься тебе за это платье, что ты умеешь делать? Ничего. Ну, по факту. Ничего. На тот момент вопрос этот не задал вам. Какое у вас образование? Смотри, я потом уже доучивался, очень много курсов было, и потом уже высшее образование у меня есть. Но я тебе так скажу, что оно мне не дает. Ничего. Ничего не дает. То, что у меня оно есть. Изначально девять классов, потом колледж бодибилдинга, был у пёса. Да. А потом уже доучивался. Доучивался, потому что нужна была корочка. У нас же все по корочке. Корочка есть хорошо. Да. Но по большому счету, давай сделаем так. Вот если сегодня посмотреть, в какой профессии, вот все говорят, вот нужно образование, 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 смотрим на эти корочки. Блин, а почему же тогда очень в большинстве случаев люди, которые руководят компаниями, да, ну вот в моем поколении или имеют какие-то такие серьезные деньги, у них нет вообще такого высшего образования. Они после девятого класса пошли в валюту, у них есть жизненная смекалка, жизненная охватка, жизненная интуиция, с помощью которой они руководствуются. А все отличники, которые получили высшее образование, на них и работают. Понимаешь, так же было с моим менеджером, с которым мы летели с Америки, он парень очень умный, реально, мы сейчас не общаемся, есть моменты, но парень классный, я периодически жалею, что у нас не сложились дальнейшие отношения, просто по ряду обстоятельств, но я один раз жестко сказал, то есть мы там что-то поспорили, может прав, я был не прав, но я сегодня руководствуюсь и не жалею, но так это правда. То есть когда человек начинает умничать, да, понимаю, что у него там красный диплом университета, государственного университета, да, политологии, представляешь, а он работает со мной 10% от моих этих самых, да, то есть он всегда работает за процент моего дохода, а я троечник, у меня девятиклассник на тот момент. Я говорю, а как так получается-то? И те ребята, которые ушли там на улицу, понимаешь, валюты торговали, они сегодня что имеют? Они имеют свой пассивный доход, ну что имеют? И могут себе позволить, чтобы те, кто хорошо учились, но давай так, давай, давай так, сейчас многие, кто может быть посмотрят, скажут, нет, Александр, так нельзя. Конечно, есть, конечно, врачи, там надо выучиться. Медицину нужно знать, анатомию нужно знать. Есть профессии инженеры, есть такие моменты, но давай, скажем сейчас опять же, где мы видим инженеров, на кого не работает. Ну да. Да, и вот эти моменты, то есть чуть-чуть мы где-то просажены, где-то система заточена на то, чтобы хорошо учиться, нужно на кого-то работать, а не того, чтобы развиваться самостоятельно. Потому что у нас сегодня нет предметов в школе, как жизненная охватка, навыки интуиции, навыки самопознания, навыки мотивации, нет? Школа у нас приучает к системе, она систематизирует. Да, они очень строго ограничивают детей рамками. А все девятиклассники, они против системы? Да, все, кто до 11 класса не доучиваются, они сразу говорят, что мне не нужна. А сейчас еще жестче стали, обрати внимание, сейчас у меня ребенок старший, знаешь, ИГ, сейчас я смотрю, как это просто бедные дети. Мне вот хочется, знаешь, порой бывает, вот человек, который это придумал, попробовать, а он сам-то все это сдаст. Сука, вот я бы хотел посмотреть на этого обзора, он наверняка может быть, знает хорошо физику, допустим. Надо дать ему, например, на урок физкультуры отправить хотя бы, да? На ИГ, да. Да, на ИГ, или географию пускай сдаст, чтобы немножко другой, потому что считаю, что наши дети должны знать все и в такой превосходной форме. Ну, это мы кого-то там робота. У него, конечно же, понимаешь, мы загружаем такое количество систем, у него даже сопоставить и что-то смоделировать не остается просто, то есть его просто затаскивать, 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 чтобы он был роботом. Чем быстрее он станет роботом, тем будет лучше. Вот из-за этого мне очень нравится, ну, по крайней мере, модель образования, вот американская, да? Они заканчивают среднюю школу, и старшая школа, у них там три или четыре года, они выбирают те предметы, которые им необходимы. Три, четыре, пять предметов, и они ходят только на эти предметы. Они знают, ну, допустим, у меня там будет определенное образование, мне нужен там какие-то два, три, четыре предмета, они их выбирают и посещают только эти предметы. И концентрируются только на этих предметах. Они знают, они видят дальше, что им было. Конечно, так ты обратил внимание, даже если посмотреть ту атмосферу учебного заведения, не у нас, у них есть студенческие там игры по разным видам спорта, но у нас, у нас этого нет. У них в школе уже начинают строить спортивные карьеры, футбол, там, неважно, что баскетбол и так далее, потом в колледж у них принимают, допустим, лучших спортсменов. Да, и при всем при этом не нужно при этом быть в какой-то команде, у нас наоборот, раз попал в команду, тебе организуют спорткласс, а там наоборот. Понимаешь? Ты потом попадаешь в команду. Да, да. Будучи в школе, играешь, например, за какой-то образу школу, потом за какой-то университет, ты попадаешь в команду, то есть совершенно по-другому. Там тебя вытаскивают за другие заслуги. Это да. Об этом можно, наверное, вечером говорить. Это точно сто процентов. Но опять же, знаешь, хорошо там, где нас нет. Два года жопы. Чем вы пробовали заниматься в эти два года? Как вы искали? Слушай, туго у меня. Иди хотя бы, то есть в такие моменты были какие-то накопления определенные, да, чуть-чуть. Вот, но там еще, даже не помню, как все это происходило, какая-то суета, короче, где-то что-то подзаработали, где-то что-то делалось там. Ну, короче, бред полный кобыла, да. Проходит два года. Проходит два года, и я просто знаком. Ну, во-первых, благо, что у меня был духовник, вот очень круто, потому что с помощью духовника у меня наладились отношения в семье, и я занимался вот эти два года больше духовным своим развитием. Тогда и зародилось вот то, чему я сейчас иду, и то, что я транслирую, это вот и было начало. То есть все не так просто. Все не зря, и все, знаешь, даже если сегодня сказать, я ни о чем не жалею, потому что если бы что-то поменять, наверное, вот тот, каким я сейчас стал, этого бы не было. Не было бы травмы, но, наверное, как-то было по-другому. Но, может быть, что-то другое случилось, да. Не было бы духовника, может быть, куда-то в другую ситуацию ушел. Ну, то есть все, что происходит со мной, знаешь, такое впечатление, что вот, слава тебе Господи, он за мной приглядывает, и все-таки я счастливчик в этом плане. Поэтому все как бы здорово. Мы думаем, что он посылает испытания, а он от чего-то уберегает, наоборот. Ну, я тебе хочу сказать так, что я принял, да, я готов идти по этому пути. И он каждый раз у меня усложняет задачи. Каждый раз. Я прямо это даже чувствую. Это интересно, увлекательно. Я уже вписал, знаешь, когда ты в первый класс, уже растешь, растешь там 6-й, 7-й, 8-й, 9-й университет, а потом вот, если я, кстати, дойду до доктора какого-то, знаешь, кандидата уже там в высшей степени, то, наверное, это будет круто. И в конечном итоге, опять же, будучи духовником, я знакомлюсь с одним человечком, который в моей жизни так хорошо тоже внес в коллективы. Я начал работать просто у него водителем. На хорошей машине, я любил машину. У него была тогда «семерка» BMW, в 2008 году новый, а их всего было три в городе. И вот как раз я стал водителем. Но с учетом того, что не то, что я водитель, а то, что начну с водителя и буду расти. То есть я ушел просто в компанию. Да, я сразу нарисовал, понятно, что там постоянно быть водителем – это не моя история. Но будучи, чтобы быть его правой рукой, то есть мы как-то очень сошлись на таком, на одной волне, опять же, вместе в церковь. Ходили там на службы у нас были. И вот где-то полтора года, полтора-два года я у него был упрязан к нему и к его семье. И потом потихонечку там за… это я пришел к нему в 2008 году. До 2014 я был с ним. 2013, вот уже как бы в 2013 вся эта история заканчивалась. Вот и дорос, да, руководитель транспортной логистики по России. Это эстонская компания была. Она занималась там металлами, жиропрочной группой. То есть, ну, достаточно так интересно, увлекательно было. То есть было чего вспомнить, было чего поучиться. И там была практика. То есть там ничего из того, что я в школе учил или еще что-то, мне ничего не пригодилось. Это смекалка, интуиция, умение разговаривать, договариваться, общаться, ускорять процессы. Вот эти все моменты. Почему я так явно и говорю сегодня за то, что важно. Язык, грамотный язык, грамотное общение и умение психологически общаться, добиваться своих результатов, оно гораздо ценнее, нежно когда ты тупо упертый, говоришь дважды двадцать четыре. В промежутке, когда вы работаете в этой компании, у вас появляется увлечение. Вы любите автомобили и вы начали увлекаться автоспортом. Да. И это одна из таких тоже очень значимых и значительных этапов вашей жизни. Интересно было бы послушать, вы же участвовали в гонках даже. В соревнованиях. В 2008 году как раз пришел и в 2010 году у нас построился в Шушарах автодром. Я приехал туда. Причем до этого, я умалчивал, но стритрейсы без меня не обходились. То есть я все равно, если были возможности, я все-таки начинал. То есть я не такой сильный, ярый, безбашенный, но всю эту тусовку знал, участвовал. Я больше не в заездах участвовал, а я приезжал смотреть на всю эту историю. Но с ребятами быстро по-гордому передвигались с точки А в точку Б. Ну было такое. было. И вроде казалось бы, я же думал, что я хорошо умею водить машину. И вот когда приехал, познакомился с Александром Михайлович Львов. Мой близкий друг, кстати, вчера гоночку четырехчасовую проехал на Егоре, был у него как раз на гонке. Ну здорово, сейчас мы очень близко общаемся, дружим. И тогда я с ним познакомился. И я, опять же, немножко в обмен. Да я, в принципе, тут умею ездить. На тот момент у меня 535-я БМВ была новенькая, полноприводная. Да я вот тут как-то умею ездить. Да я-то чемпион мира, 5-я, 10-я. А он про себя так скромно рассказывал. И говорю, хочу просто подучиться. Вот эта фраза мне очень нравится. И она сейчас, понимаешь, к чему говорю. То есть я вроде все умею, но хочу подучиться. Но это можно с тренировкой. Это с тренировкой. Но почему это пошло? То есть я, понимаешь, я ему тоже каждый раз, он смеется и рассказывает ту историю, и я всем рассказываю. И ничего, я тогда настолько повел себя, знаешь, как, блин, ну как, знаешь, такой, типа, спальцованный чувак, чемпионка. Я даже не знаю, вроде я этого не хотел. Но как будто это, знаешь, на тот момент такие, да. И он ржет. Я первое время вообще краснел, кому-то рассказывал. Кому-то рассказывал, представь меня. Я говорю, ладно, хорошее. И реально это действительно было так. Вот. И говорит, ну давай садись. Я сажусь за руль, садится рядом. Там еще 500 сильный эволюшн. Самурай вроде там тренировался, ездил. Вот. И я там проезжаю два поворота. Что-то машина у меня как-то там что-то скользит. Ну я вроде как, казалось бы, быстро еду, все. Он говорит, вылезай. Мы меняемся с ним. Он просто ставит без всякого спорта. В драйв обычная стрелка тахометра выше 4000 у меня не поднимается. И он висит на хвосте у этого самурая на моей машине. Ты знаешь, это вот надо, это все там два-три-четыре поворота происходит. То есть он его как бы вот подождал, догнал и за ним просто поехал. То есть я понимаю, что эта машина мощная. Моя машина там разница где-то лошадей там в 200. И у него вот он это. И я надо было признать сразу же, вот здесь момент. Я понял, что в этой жизни я машину водить не умею. Я говорю, я все понял, мы будем учиться. И вот таким образом мы с ним познакомились, когда первая тренировка. Я начал приезжать на своей стандартной машине, которая на работу ездила. Это новая 535. Я представляю, что только я ее купил. Тут тренироваться на автодроме. То есть такая так себе история. И это была уже осень. Нет, не осень. Нет, они как раз зимой не работают. Я даже не помню. Ну, это не суть вообще в целом. Как это будет? И, короче говоря, все это началось так, что мы начали учиться. Чуть я походил. Он говорит, слушай, ну, чтобы дальше как-то прогрессировать, нам нужна машина, которой ты бы не боялся ехать. Нужна другая машина. Потому что это я боялся. Поцарапать. Как-то здесь на грани всегда перестраховывался. А чтобы учиться, нужно рисковать. Нужно ошибаться. То есть не ошибается, кто ничего не делает. Вот. И поэтому компания, вот как раз мой друг, у которого я работал, пошли навстречу, и у меня появилась вот спортивная машина. БМВ мы тогда купили. Компания покупает машину. Да, да, да. Ну, это как бы в долги мои, как бы, да, в определенные. В счет. В счет зарплаты. В счет зарплаты, но частично и помогает. Где-то и выделяется на деньги. То есть на колеса, на те же самые, там, знаешь. На обслуживание. На обслуживание. Да, на обслуживание. На машине, конечно, была реклама. Там все такие моменты. Вот. Потом мы нашли, что обслуживался Парк М. Это BMW-шный центр. Который был. Он занимался полностью. То есть запчасти покупал, а обслуживание было бесплатно за счет них. Ну, то есть очень было круто. Хорошие колеса, диски подогнуты. BMW-тройка. Тройка. 330-е 90 кузов. Вот. И вот на ней я начал тренироваться. Ужиганец. Тренироваться. Сначала мы тренировались. И когда уже пришло время, да, начал на ней выступать. И в классе 3 литра, вот любительские гонки, порядка двух лет, я все держал. То есть с 12-го по 14-й год. Стабильно выигрывал. Стабильно выигрывал, да. Даже там. Слушай, ну. В принципе, я все-таки люблю делать вещи, которые, ну, ты когда видишь цель, нужно идти к цели. Да. И это должно быть в удовольствие. То есть ты не ради того, чтобы выиграть, кому-то жопу надрать, да. А ты едешь в удовольствие. И когда ты умеешь расслабляться, это получается. Так вот, благодаря автоспорту, я тебе так скажу, автоспорт научил очень таким вещам, когда ты можешь сколько угодно злиться. Чем больше ты злишься, тем медленнее ты едешь. Секундомер не врет. Угу. Если в качалке, ты же понимаешь, ты же нигде не увидишь, еще чего ты поднял. Ты не отследишь, целевую группу мышц ты поднял, или тебе руки еще помогли в груди, там еще что-то ты поднял. Ты просто поднял. Там не получится никого обмануть. Вот такой цикл. Там секундомер, он тебе отсветит. Зеленым быстрее ты круг проехал. Красный медленнее. Медленнее. И ты хоть что уламываешься. Но как только злишься, всегда красный. Какой-то ты начинаешь успокаиваешься, и вроде, казалось бы, медленнее получается зеленый. И вот эти все вещи, они очень сильно воспитывают. А вот те эмоции, которые вы получали в спортивном плане от буртибилдинга, когда вы занимаетесь им профессионально, скажем так, то, когда вы начали заниматься автоспортом, они немножко заполнили, восполнили вот эту вот боль утраты профессионального спорта? Конечно, конечно. Я тебе так скажу, что если бы не папа, и в свое время в юности меня бы поддержали куда-нибудь на картинге, и была бы такая возможность, я не исключаю, что я бы стал профессиональным гонщиком. То есть это прям такое… Да, потому что, опять же, видишь, я машину вожу с 12 лет, как только у меня ноги стали до педали, а в 3-4 годика я у папы на автобусе работал, я сидел на руках у него и рулил до садика, там во дворах он заезжал, когда на автобусе там, я доезжал до садика. А если он в деревню, когда приезжал на автобусе, не давал мне рулить до соседней деревни, я с ним не разговаривал в следующего приезда. Поэтому для меня машина до сих пор это является… Вот я вчера смотрел гонку, я тебе так скажу, что мне тяжело ее смотреть, я хочу ехать. А что такое, ерзание? Ну, не ерзание, я смотрю, конечно, но я понимаю, что нужно внутри. А сегодня не все так просто, сегодня гораздо интереснее, потому что идет возраст, и вестикулярный аппарат, здесь уже тренировка нужна. Раньше ты садился и поехал, то сегодня ты должен уже рассчитать, должен быть готовым к этому, потому что машины другие, перегрузки другие, это все непросто, это не так, как раньше мы ездили там. Переходим к следующей части. Очень интересно. Я вспоминаю ваш анекдот, это снимал тогда, если не ошибаюсь, железный рейтинг или какой-то канал, где вы, тогда вас в медиа вообще не было от слова совсем. И тут вы появляетесь в пиджачке, в голубенькой рубашечке, вот, лицо у вас какое, ну, понятное дело, что вес там у вас где-то 96 килограмм. Ну, ты как раз вот я был рукой. Да, 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 вы в рубашечке и рассказываете анекдот про пирожки, да когда же вы нажретесь, когда он натирает глаза. После этого, спустя какое-то время, там, не такое значительное, появляется новость о том, что у нас камбэк. Угу. Камбэк в бодибилдинге. Эта новость разнеслась вообще по всем, и все безумно очень сильно ждали каких-то фотографий, что-то, чего-то, потому что готовились вы, не освещали ни медийно, ничего. даже если кто-то что-то приходил, то это были футболки оверсайз, это были какие-то толстовки на вас надеты, то есть более-менее по объему можно было сказать, но какая форма там кроется под этим всем, это было жутко интересно. Аж рассказываю, и у меня аж мурашки. Вот просто, я просто вспоминаю эти эмоции, когда все ждали этого камбэка. что этому сподвигло? Сподвигло возвращение? Ну, как вот, все хорошо в жизни у вас. Смотри, ну, во-первых, в компании, там где я работал, перспективы закончились роста. То есть, ну, все, что мы могли куда-то дальше двигаться, расти там было больше некуда, да. Вот. И тогда еще Денис Логинов, когда он начал, говорил про… создал вот этот… Нева Прошоу. Нет, нет. Насколько помню. Когда профессиональный турнир, на котором… как он назывался-то, господи, вылетел из головы… Нева Прошоу, нет, не так, фитнес-хаус, фитнес-хаус. А… Да, наверное… Короче, ну, турнир 14-го года… Ну, где Мишуков Алексей Шабунев… Да, да. Суть следующее. Накануне, вот, мой духовник, когда вся эта история… Я был у ребят алкоголиков-наркоманов, он их окормляет, да. Вот, и которые выздоравливающие. Ты знаешь, я уткнулся о том, что очень большое количество ребят, которые там… Это 70% ребят – это бывшие спортсмены, которые получили жёсткую травму. Которые на себя руки наложили и сказали, что у них жизнь закончена. Ну, и тут получилась вот эта вот таблетка, вот этот вот укольчик, вот этот шприц, который, в принципе, завёл их в эту жопу. То есть это люди, которые разочаровались просто… Они, там, княто, мастера спорта. Представляешь, девочка занималась там гимнастикой, да, травмировала позвоночник, она себя видела, ей его пророчили олимпийской чемпионкой стать. Реально олимпийская чемпионка. То есть вообще без вопросов надо, вот просто мы тренируемся, и два-три года она там в топе. То есть всё уже. И она, там, травма, нелепая травма, и всё, хана, то есть никуда дальше. Ну и, конечно, всё, попасть есть. Вот. И плюсом в этот год, 2014-й, на моё день рождения ВКонтакте очень много было поздравлений, что на моём примере один закончил там так же бухать, там, причём это писали матери, девушки. Это было настолько… Такого не было раньше. Я тебе говорю, это как бы, вот знаешь, стечение обстоятельств. И Денис тут говорит, так давай, может, ты выступишь туда-сюда, в компании не светит ничего. Ну, в плане роста. Да, то есть я понимаю, что надо что-то новое. Значит, здесь я понимаю, что, ребята, с травмами прошло. У меня травма. Я думаю, если я сейчас покажу, а всего полгода, я думаю, если я сейчас попробую, это же будет… То есть мне самому стало интересно, мне было интересно, смогу-не смогу, что из этого получится. И Денис как бы здесь, я говорю, Дэн, я говорю, а карту-то мне восстановят? Он говорит, да я узнаю всё, узнаю. Ну, Дэн не так, чтобы узнал. Он сказал, что я уже возвращаюсь, и карту надо сделать. А те зацепились. Я говорю, только ты давай так потихоньку дай мне месяц, я пойму, получается, не получается. Вот. И таким образом… Он всё растрезвонил уже. Ну, нет, там не то, что он всё растрезвонил. Просто это такое огласки получил. Он спросил, можете ли сделать? Если Алекс вернётся, конечно, сделаем. И потом, когда его спросили, чего он… Он говорит, ну, вроде получается. Они уже написали это во Флексе. И когда через месяц статья была во Флексе, что я возвращаюсь, задней передачи уже не было. Но, в принципе, на тот момент я понимал, что я уже набрал за первое место колоссальное количество килограмм. И у меня реально, когда я пришёл на работу, с которой я ушёл, уволился. То есть, всё нормально. Мы разошлись. Я из компании уже уволился, начал тренироваться. Меня секретарша не узнала. То есть, она узнала. То есть, я захожу… Сколько? Сколько килограмм? Слушай, ну, тогда порядка, там, что-то больше 30 килограмм получилось. За месяц? За месяц, да. Причём, понимаешь, это… Вот вы мне можете, вот кто угодно мне может говорить про какую-то там мышечную память, но просто человек, когда несколько лет вообще не притрагивается железо. Я помню вашу фотографию, где вы на крещенском купании стоите в плавках. Абсолютно обычный человек. То есть, там от формы, ну, о том, что это чемпион мира по бодибилдингу, там не было от слова совсем. Мы обязательно ставим этот снимок здесь. Потому что, ну, вот этот снимок потом сравнивали, грубо говоря, с формой, которую вы сделали за полгода. И тут вопрос даже не мышечной памяти. Это вопрос генетики, вопрос решающий. Знаешь, я тебе так скажу. Давай по поводу генетики поговорим. Это был, кстати, вопрос. Ребята спрашивали. Давай мы поговорим про генетику. И я не буду оспаривать генетика это или не генетика. Но учитывая то, как я сегодня работаю там со своим доктором, который курирует всех моих спортсменов, и я как бы с ним общаюсь. Я считаю, что здесь очень важно человеческое мышление, голова. Потому что в мое возвращение за эти 6 месяцев очень большую роль сыграл автоспорт. Я объясню, то есть автоспорт научил меня чувствовать сильнее. То есть головой невозможно. То есть ты приходишь и начинаешь головой так, как мне бы это поднять, чтобы мне это сделать. В автоспорте нет времени думать, чтобы найти момент нажатия на педаль тормоза перед поворотом 90 градусов, когда ты едешь на скорости 200 км в час. Там надо чувствовать. Там ты накатываешь чуйку, 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 чуйку. И ты, когда начинаешь понимать, ты едешь на автопилоте, вот как мы на велосипеде ездим, ты начинаешь точно так же быстро ехать, и у тебя чуйка вырабатывается. Все, что мне нужно было сделать, это чуйку перевести просто в зал. На свои мышцы. День, если так вот возьмем. День плюс килограмм. День плюс килограмм. Там даже больше, там какое-то время не было, а потом просто на дрожжах началось вверх. Там было даже полтора килограмма больше. Расскажите немножечко про... Это очень плохо, я тебе так скажу, что жуткое ощущение было. Организм был в шоке. Организм был в шоке, и реально мне пришлось раньше времени кардио подключить, потому что это был трэш. Но! Там же какая ситуация? Я же очень сильно, когда мы форсировали форму на Олимпе в 2005 году, но я подзасадил сердечко, потому что там был момент, когда было очень плохо. Вот. И вот были такие моменты, что кардиолог, который мне курировал, она категорически была против моего возвращения. То есть вот от слова совсем. В плане набора веса. Да. И я ее уговорил, потому что я не просто так тупо. Я всегда все в команду собираю. Я ей тогда сказал, если будет ухудшение, я закончу. То есть меня здесь, по идее, никто не держит. Это мое личное состояние. Если будет улучшение, все. Но я через два месяца пришел. Через месяц нельзя было, конечно, идти. Но через два месяца после того, как я набрал, уже начал кардио, немножко привык к этому весу, сердце мое выглядело гораздо лучше, чем тогда, когда я не занимался. То есть именно сегодня почему я держу форму. Я просто ее держу, тренируюсь и чувствую себя превосходно. Потому что тогда мое состояние, оно все-таки было такое, как будто чего-то не хватает. Да. Вот. И она в шоке была. Даже та женщина, которая не в теме бодибилдинг, которая делала мне УЗИ сердца, она говорит, блин, я такого никогда не видела. Но она потом уже поняла, что такое спортивное сердце. Это вот из области, понимаешь, когда человек врач, вот мы говорим про образование, да, то есть мы сегодня, если он не делает поправки на особенность человеческого строения, человеческого мышления и человеческого занятия, а просто шаблонно мыслит по-медицински, он далек. Он далек от происходящего вообще, от слова совсем. Поэтому это вот еще раз утверждение, ну, подтверждение тому, о чем мы с тобой говорили по поводу быть в шаблонном представлении и быть полным отличником с красным дипломом медицинского университета, да, но если ты не знаешь особенностей человеческого организма, как он может реагировать в тех или иных ситуациях, что может происходить у шахтера, что может у человека, который в горах, что будет у профессионального спортсмена, как реагирует его сердце, какие нагрузки, еще что-то, ты все равно должен быть более практичен, нежели чем просто теоретически подкован. Это очень большое, то есть, а вся теория, даже которая практику проходит, она построена на уровне теории с маленькими шаблонами расширения, рамок, они все равно узкие. И поэтому вот именно здесь я подтверждение, вот то, что мы говорили, ты знаешь, но можешь и ты это все дело воплотить. Вот. И тогда сердечко, вот когда адаптировал, все будет хорошо, и все, прогресс пошел, пошел, пошел. То есть где-то через два месяца мне было уже кайфово. И сама форма начала меняться. Да. Помню, как вы засветили свою форму. Эта фотография у вас в вашем зале, где вы тренировались с отцом на кладбище. Эта фотография была сделана в зеркало, были в штанах, ну, были в принципе с Богом, с голым толстым. Я бы починился эти все хронологии. Я не готовился, чтобы вы понимали, у меня это все в голове, потому что я тогда и тогда и сейчас вообще фанател бодибилдингом, я следил за всеми спортсменами и так далее. Я знал про Лешу Лисукову и так далее. И вот ваше вот это. Я еще знаешь, что забыл сказать, это все сопровождалось вот эта вот подводка за два, за три года, каждый раз, когда я приходил на чемпионат Санкт-Петербурга, меня всегда случилось с Сашей Концоевым, с которым мы постоянно ржали. Ну что ты когда вернешься? Я говорю, я вернусь, ты будешь меня готовить. Типа вот в таком бортиле. Да. Потом я пришел, говорю, Сань, слушай, я решил, но у нас есть полгода. Он говорит, ты что дурак что ли? Я говорю, нет, у нас есть полгода. Я также пришел к папе. Он тоже не поверил. Он тоже не поверил. Ну он вообще говорит, да, это говорит, ну блин, два года мало, куда два года-то? Нет. Я также папе сказал, я говорю, нет, у нас есть два года. Ну смысл чего? Куда мы? Ну вот. И вот задача была за шесть месяцев сделать. То есть я даже зацепился за эти шесть месяцев, что будет там потом дальше, непонятно. То есть куда там пойдем дальше. Тут подхватился пьюр. Вот, да, это вопрос. То есть нужно было как-то продолжение, поскольку заниматься и тратить деньги, на которые были, а что дальше? То есть ты все равно начинаешь думать, когда начинаешь думать о деньгах, ты все равно уже в зале станешь менее эффективным. И тогда, чтобы вы понимали, это я говорю сейчас для зрителей, пьюр это одна из самых топовых компаний на рынке спортивного питания по объему продаж по всему. Почему? Потому что у нас в двенадцатом году были санкции, которые запредили импорт спортивного питания сюда в России. И, безусловно, потом нашли какие-то каналы, как-то его сюда завозили и так далее. Но когда этот запрет начал действовать, наши отечественные бренды и количество отечественных брендов начало разрастаться просто на вероятных масштабах, в том числе и компания пьюр. Я помню, компания пьюр заключила с вами контракт. Помню, компания пьюр взяли Алексея Лисукова, Алексея Кузнецова. Тоже после потом. Да, 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 да. То есть они начали очень много спортсменов брать. И чтобы вы понимали, это сейчас тоже для зрителей говорю, потому что Александр в курсе этого, все были на денежных контрактах. То есть компания пьюр платила абсолютно всем стипендию. Вот. Потом ты расскажи, сколько? Ну, я знаю эти цифры. Я хочу, чтобы вы поделились сами. Я не знаю, сколько им платили. Я знаю, что Валерон тот же самый тест-строн. Я знаю, что у Александра был изначально контракт в районе 600 тысяч рублей. Нет, сначала меньше был. 400. 400 было, да? Потом в районе 600 и что-то я помню. Так, так, не так. Не, не, не. Смотри, он был 400, два повышения всего было. То есть первый и потом еще одно повышение. А заключилось так, что мы подтянулись и, опять же, надо дать здесь благодарность. Это, во-первых, Миша, который был менеджером. Я всегда считаю, что у спортсмена всегда должен быть агент. Всегда. Ты никогда не сможешь себе продать дорого. Агент должен быть, который за тебя ходит, договаривается и может тебе продать. Который может объяснить, почему так. Который заинтересован именно в вас. Он, конечно, заинтересован, потому что он получает за это процент. Агент всегда получает, он не работает с зарплатой. Чем дороже вас продаст, тем он больше заработает сам. Это правильная ситуация, работает во всем мире. Вот. Потому что, будучи спортсменом, ты начинаешь приходить и какие-то амбиции выталкивать. Это никогда не нравится работодателю. Никогда. И никогда вы не сможете продать себе дороже, чем может у вас продать агент. Агент знает все подкольные камни. Это его задача. Ваша задача тренироваться. А его работа, все моменты знать, куда впихнуть, почему это нужно, преподнести. Спортсмен не может это знать. С первым контрактом Пьюр пришел к вам? Ну, не то, что пришел, мы искали, нет. Мы вели переговоры и предлагали себя сами. И это и с Геоном было, и с Генетик Клабом. Я с Генетик Клабом не помню, но с Геоном точно мы общались, я помню. Еще с какими-то компаниями с Эрнман. Ну, с Эрнман общались и с Пьюром. То есть непосредственно закидывали? То есть это Миша закидывал удочку. То есть не так, чтобы они пришли, ничего подобного. Вот это очень интересно. Это же такие подробности. Мы общались, общались. И во многих случаях тоже это было так, что все опирались только в денежную историю. И они всегда говорили, что мы не универсал платить там не можем. Ну, как куда-то. Больший церковь. Конечно, да. То есть это вся история. За банком притейнов. Более того, я даже был не на очень хорошем счету среди них. Потому что что-то охеревший, что ли. То есть и был частично охеревшим таким, да. Который сильно себя возомнил и считает так. Но я так хочу сказать. Я не охеревший. Я просто хотел, чтобы в этой индустрии все-таки понимали, чем больше есть ценность в деньгах, тем больше денег притягивается. Понимаешь? Но не получается, к сожалению, по-другому. Ну, это вы знаете, вот с вами вот сейчас вышел фильм. Леш, напомни мне, когда с Джорданом компания заключала контракт. По-моему, то ли прыжок, то ли как-то он называется. Короче, компания Nike прецедент сделала. Они заключили контракт с Майклом Джорданом. И он получил первый в истории вообще компании процент от продажи в своей обуви именной. То есть вот Air Jordan, которая была. До этого никогда не было, грубо говоря. И вот потом уже какие-то компании, спортсмены стали тоже требовать. С вами была наверняка такая же история. То есть компания понимала, что если сейчас мы начнем Федорову платить деньги, скорее всего остальные кто-то там будут подтягиваться и тоже будут требовать денежные контракты. И скорее всего просто они не из жадности и не из возможности. Они просто думали, зачем мы будем платить Александру Федорову деньги, когда мы на эти деньги можем просто со спортивным питанием другим ребятам и так далее. То есть это логика такая. Так и происходит все. Так и происходит. Но в итоге, понимаешь, индустрия-то не развивается. По сути, ну да. Все. Если мы готовы рекламировать продукты за банку протеина, все. Все. Мы остаемся теми, кто рекламирует только банку. Ну, едим банку протеина и говорим, крутая банка. Все. Ну, банка же бывает реально крутая. Ну, хорошо. А что дальше? Я отказался от контракта с ГАЗПОМ. Ты знаешь эту историю? Потому что только одежду. Потому что мне предложили одежду. Нет, они еще бизнес-класс, перелеты в Америку, во все мои там на ФИБО. Все. Я бизнес-классом буду летать. Это все за их счет. Мои передвижения, проживание в гостинице. Пожалуйста. И одежду. Но денег вообще, они категорично были. Да. И если денег нет, то я категорично отказался. Потому что, понимаешь, если ты про, ты не можешь себе позволить, чтобы ты стал менеджером по продажам продуктов. Ну, понятно, что мне на тысячу или две тысячи евро они каждый месяц будут мне одежду. Я что, бегать и распродавать что-то? Это все нормально. То есть, это немножко другие люди этим должны заниматься. Брэд Питт уже никто туалетную воду не отправляет для того, чтобы он занимался и бегал и продавал. Нет. Он только деньги получил. И все. Как был заключен контракт с Пьюром? То есть, закидывали и Пьюру было интересно на тот момент иметь масс. Потому что я был в момент раскрутки, всем было интересно получится, не получится. Я тебе так скажу, что в пятнадцатом году, когда вся эта история, у них продажи учителя выросли. Вот давайте вот сейчас очень интересный момент. Может быть, я покажусь не тактичным, но если хотите, можете не отвечать на этот вопрос. А вот по вашему мнению, кто тогда был нужен, компания вам или вы компании? Ты знаешь, я не знаю, насколько хорошо у них дела шли. Но то, как они развивались и какие масштабы они имели по продажам, у них все было здорово. У них очень все было здорово. Я не знаю. Может быть, это с помощью меня. Но внимание привлекло это колоссально сильное. Конечно. Конечно. Александр Федоров. Здесь я не могу понять. Но я так скажу, Боря, наверное, тоже понимал, что здесь 50 на 50 все сработало и они очень грамотные. Их нужное время. Их нужное время, да. Их нужное время. И я в нужное время пришел. Все это сработало. То есть здесь момент такой. Потому что, понимаешь, единственное, о чем я жалею, когда у нас же был контракт на год на 400 тысяч. И я в 15-м году, когда уже все выступал на соревнованиях вот здесь в фитнес-хаус. Весной съездил в Орландо стал третьим. То есть все хорошо. И потом мне нужно было уже в 15-м году, вот когда я с битрами выступал, вот тут начались такие моменты, которые, опять же, мне очень сильно подмогли. Но уже конфликты интересов начались. С первого вступания. Да и дело не в этом. В 15-м году Боря, хозяин компании, по-моему, в аварии очень сильно. Что там произошло у них политически, с кем они разругались и еще что-то. И тогда начались вот эти вот плесень в батончиках. Плесень в батончиках. Откуда вся эта история? Политически. Зажали их, не зажали. То ли сильно большие аппетиты. Я туда лезть не хочу, не знаю. Вот. Но прикол в том, что моя история заключается в следующем. Будучи, когда я был в Америке, меня вызывали в MHP, потому что тренировался я с Мартинесом. В этом выступлении, когда помнишь, Мартинес. Есть фотки, когда я с ним стоял на сцене. И как еще второй их. Мартинес и Хуан Морель. Хуан Морель, да. Хуан Дизель Морель. Сейчас, который печеньки печет. Ну, короче говоря, вот мы-то когда-то стояли, тогда я стал седьмым, хотя в принципе мог быть третьим. Вот. Я тогда отказался занять место Кай Грина. Помнишь был… Масл Мэдс. Масл Мэдс. Масл Мэдс, да. Красный, да. Красный, да. Он уходил туда. Им нужен был фрик большой для рекламы этого продукта. Масл Мэдс. И там тоже мне озвучили 2% от продаж. От продаж. От продаж. От продукта конкретного. От продукта. Вот именно Масл Мэдс. Там то ли… Ну, короче, там своя была история. Плюсом, конечно, не только до новых. Есть зарплата. И плюсом еще процент. Вы отказываетесь? Я не то, что отказываюсь, я не так делаю. На тот момент Пьюр. Пьюр что сделал? Пьюр протянул мне руку помощи, начал мне платить деньги тогда, когда я себя ничего ни хера не представлял. Я тебе еще раз говорю. Для меня очень важны те люди, которые протягивают мне руку помощь. И у меня контраст с Пьюром был. Региональный. То есть он распространялся только на Россию и страны СНГ. Ну, потому что у них экспорта же не было. Абсолютно правильно. Я садясь в Америку, я мог рекламировать чего угодно. Но у меня вопрос. Я пройдел в Америку, у меня футболка Пьюр, штаны Пьюр. Там фотографии будут. А что я потом тебе, как моему фанату, например, сказал Пьюр. Ну да. А ты меня спросил. А что это такое? Да дело даже не в этом. Ты кто? Ну, то есть я же сказал на Пьюре, что там помнишь, слоган был, меня все устраивает. Меня все устраивает, да. Вчера тебя здесь устраивает, а тебя нет. Меня за это еще два года мурыжили. А я могу объяснить, что такое меня все устраивает. Потому что тогда, когда мы пришли, понятно, что Пьюр был определенный для масс-маркета продукт. Да. И там очень было декстрин размешивалось. То есть он был вкусненький. На самого по себе продукта было положено определенное количество. Давайте я вот немножечко поподробнее остановлюсь в этот момент, перебью. Это Александр рассказывает тогда, когда объемы были на закупку у всех дистрибьюторов настолько высокие, что компания просто не могла себе позволить этих объемов, а им продукт надо отгружать. И уже началась проблема с отгрузками продукта, которые уже оплатили ребята, которые ждут и нужно продавать. И они начали разбавлять сывороточный белок различного рода сухим молоком, либо просто сыпать туда сухое молоко с ароматизаторами и так далее. И продукт начал терять в качестве. Соответственно, лицо Александра, где меня все устраивает, там так и оставалось. А качество продукта уже было не то. Ну, я тебе объясню еще дальше. Я тебе так скажу, что даже когда Саша Кадзоев, я сейчас это говорю, не буду врать. Саша Кадзоев мне тогда сказал, говорит, Саня, а ты чего ешь? То есть ту продукцию я же начал есть, а он понимает, что должен сохнуть. А я не сохну. Ну, я говорю, Саня, ты что ты мне говоришь? Я все ем. Я реально, ну вот как ты говоришь, ты есть. Он реально, знаешь, когда Кадзоев злится, это лучше не надо. То есть он редко, но метко. Но он уже матом со всеми делами. Я говорю, ну слушай, ну вот только я сказал, что пьюровские аминокислоты и все, вылилось еще куча мне говна. Потому что Саша Кадзоев что делал? Я его попросил, я за восемь лет не в теме. Я потерял эту историю. Да, рынка. Вообще, что за восемь лет изменилось с точки зрения фармакологии, какие что моменты, куда, что, как. То есть он меня полностью в этом вот держал. То есть я вот доверился Сане. Он говорит, ты что прикалываешься, что ли? Это не профессиональная еда. Блядь, для меня, подожди, у меня контракт. А как быть-то? И я сразу с этим, он говорит, не вздумай, блин. Давай вот, ну, что нужно есть. То есть я прихожу уже на производство к своим этим самым. Я говорю, ребят, ну такая ситуация. Но они говорят, да. Потому что, ну, опять же, это нужно было сделать для определенного. То есть дозировки-то сами в продуктах. Они же, ну, были такие. Там же все написано-то, в принципе, правильно. Относительно правильно, да. С погрешностью. Ну, подожди, это я, тогда когда я начал, я не знаю, что потом было. Потом же моя. Нет, тогда все было окей. Даже еще на первом этапе. На первом этапе, когда начались, что было потом. На первом этапе, когда это все было, это все было отлично. Никто не говорит про этот этап. И я говорю, ребята, как быть-то? Как я буду? Сейчас меня спросят на пресс-конференции, что делать. И я говорю, а что? Он говорит, Саша, это очень все просто. Давай сделаем так. Мы теперь просто в банке без этикеток будем чистый, бацан, насыпать горький. Я говорю, вот это другое дело. То есть я брал просто сырье. Сырье. Я просто ел и размешивал, что мне нужно. И вот этот процесс пошел. То есть у меня что можно было сделать для меня? То есть мне нужно было чистый изолят. У них его не было. Был только сырочный белок. Поэтому изолят мы его по-другому делали. А, например, те продукты, которые мне нужны были, я брал просто сырье, из которого тоже креатин чистый, тот же БЦА чистое и все витамины чистые. Все продукты, которые мне нужны. Все. Я их брал. Все. И поэтому получилось так, что меня-то все устраивает. Когда мне спрашивают, а вы едите? Я говорю, я ем сырье, из которого делается продукт. И меня все устраивает. Вы платите деньги за что? Готовы платить их тридорога? Нет. Он же был дешевый продукт. Ну, это да. Он был самый дешевый, поэтому все хавали. Я говорю, что вы хаваете? Залез ты на биржу и посмотрите, сколько стоит сырочный белок. Ты понимаешь, что это же? Ну да. Поэтому импортное стоило гораздо дороже, чем стоило это. И они за счет цены выскакивают. Все. Поэтому это было четкое объяснение. А как мы? Как? Попробуй пойти в Мерседес купить по цене Лады. Но у нас же никто в эти объяснения не собирается вклиниваться. Есть Александр на коробке. Его все устраивает. А там, грубо говоря, не сыворотка, а сыворотки 20%. 10% в лучшем случае, а то и просто сухое молоко. Но это уже потом. Вопросы были к вам? Потом были. Я тебе сейчас расскажу, как дальше. Ты же задумал вопрос, как контракт поднимался. Мы же еще эту тему закрыли. Вот. И так получилось, что в футболке так и остался. Я сказал там в MHP о том, что, знаете, у Пьюра есть право первого предложить мне условия. Если мы с ними договоримся, я к вам вернусь. То есть я должен приехать. У меня как раз переговоры были после возвращения с Америки. За это время, пока в Америке был, была еще фотосессия «Масклэн Девелопмент». Я в «Масклэн Девелопмент» появляюсь в футболке Пьюр. На что очень сильно это все произвело, что я не предал, что я все равно поехал туда. Он ничего не снял, никого не рекламировал. Он понимал, это все прекрасно. Он далеко не глупый мужик. И по возвращению сюда я получаю на день рождения подарок, вроде дорогих часов. И контракт. Я примерно думал, что я увеличу его. Примерно. Я слова не сказал, назвал цену больше, чем я хотел. Да? Чуть меньше. 900? Да. Чуть меньше 900. Но если учитывать, сколько они мне тратили, было больше миллиона. Потому что все мои поездки были бизнес-классом. То есть я в Америку всегда летал бы в бизнес или первом классе. Это было условие класса. Дело не в том, что эконом. Дело в том, что когда ты летаешь, ты очень много пьешь. И ты не можешь стоять просто в туалет в очередь. А поэтому всегда это было условие. Это всегда было прописано во всех контрактах. Это меня еще в Америке научили. Это должно быть просто в условиях контракта. Большого бодибилдера прописано. Потому что ты не должен маяться. Ты должен прилетать. А потом уже все. Я перестал ездить там заранее. Ты летишь нормально. Если ты нормально делаешь воду, ты никуда не затекаешь. Ну это вопрос как раз, ребят, к тому, что почему после полета многие отекают. Потому что вы ограничиваете потребление жидкости. И она у вас начинает задерживаться. Наоборот, когда вы летите. Особенно если... Бутылка воды же это же подтверждение. То есть пустая бутылка воды на высоте, что делает, она скукоживается. А полная никогда. Поэтому организм то же самое. Если в нем воды нет, он начинает защитную реакцию. Он начинает отекать. Он начинает защищаться. Таким образом появляются отеки. А если его постоянно подпитывать, давать воду, что мы не ограничиваем, то организм ничего не будет. И дюорез работает. Дюорез идет, да. Ты в туалет бегаешь. Ну вот я, по-моему, в Америку летишь. Там у меня было 12 литров воды. Я выпил, когда мы разгонялись в момент разгона. Но я просто ходил и приехал туда просто. Очень хорошо. Ну один из моментов даже было соревнование, которое с Виктором Мартинесом, эта история, да. Когда я выступал, вот эта форма и с Беграми точно так же такая. Вот два, наверное, после моего возвращения, две формы, за которые мне реально сегодня считаю, что они были топовые, с хорошим весом, когда с Беграми мы выступали на Праге. Это дождем. Да, на Праге это было. Не артат классика. На Праге. Тогда и опять нас самыми большими бодибилдерами в 15-м году. Я им и Беграми. Мы, в общем, я сказал, что это не будет интервью. Мы просто общаемся. И чуть-чуть коротко о биографии. В итоге у нас весь подкаст сводится к вашей биографии и вообще в целом. Но, по крайней мере, хоть хронологию всего, зрители будут понимать, кто такой Александр Федоров, через какие трудности, жизненные сложности и так далее он проходил для того, чтобы сейчас являться тем, кем он является. То есть это не так, что боженька насыпал генетики. И Александр, помимо генетики, насыпал еще херова тучи всяких сложностей. Ты понимаешь, по генетике нужно просто взять мои фотографии, когда, знаешь, мне понравилось, я в Москве последний раз семена проводил, мне про генетику спросили. Я говорю, слушай, я говорю, скажи, пожалуйста, ну и телефон показываю. Дай мне, я сейчас попробую, может быть, если получится, можно будет. Даже говори, знаете, я спросил у парня, извини, пожалуйста, сейчас. Вот у этого парня хороший генетик, как у него? Получится что-нибудь или нет? Как-то мне вообще шикарная генетика. Да, да, но он меня не узнал, короче. А ты знаешь, что это я. Нет, я в этом возрасте бы видел вообще никак. Нет, а он такой смотрит, говорит, ну, блин, нормально. Как мы там фотку эту скинем? Нет, а можешь еще вот здесь, вот какая здесь генетика, разве жопа больше, чем плечи? Нет, ну это да, в общем и целом. Да я еще помню, знаете, было видео, я сейчас скажу, наверное, никто об этом видео не знает и никто его не смотрел, но я смотрел это видео, было обучающим Витя. А здесь что, очень узкая талия, что ли? Она вообще не узкая. Ну да, но тем не менее, в такой форме я выиграю чемпионат мира по юниорам. Да потому что там масса. Понимаешь, опять же, если говорить про массу, просто то, что нам приходилось делать с отцом, это будет трэш, блядь. Ром, вот это просто вот то, что я сегодня вам показываю. Это уже научный исследователь. Нет, это не то, что научно-исследовательская работа. Я думаю, если вот папу сюда запустить, ну, я уверяю, что процентов 90 разругаются и все, все на этом закончится. То есть он хуями обложит так, что мало не покажется. И нужно просто его специфический гонор, жанр и повествование, то, что он хочет добиться, надо уметь понимать. Я сегодня просто это уже перевел на более понятный язык. И я сам не мог понять, что он меня трогает, что он от меня хочет. Я реально понимаю, почему. Просто сегодня я научился людям сначала информацию доносить, потом понимать, что я хочу от них получить на практике. А у меня это все еще шло через сопротивление. И это было настолько тяжело. Потому что если я сегодня там говорю 100, там плюс там делать еще что-то, но я просто понимаю, кому могу, я скажу, кому нет. А в моем случае у нас еще на витамине B12 мы должны будем херачить. Понимаешь? И только когда уже мы хорошо входим в форму, а сил-то нету, мы только тогда фарму добавляем. Сегодня, ну, это очень тяжело донести, ребята. Сегодня сначала идут фармы, а потом все уже остальное писать. Вот вопрос относительно фармакологии. Первые ваши выступления, они наверняка были без фармакологии. Когда у вас появилось уже в рационе профессионального? 16-17 лет. Метан я попробовал 16-17 лет. Как было впечатление? Слушай, я не помню уже там. Ты знаешь, как бы меня никогда... То есть, может быть, это... Мне больше нравилось рибоксин, метионин, и тогда еще были классные витамины Супрадин красненький. Они все разные цветов были. Связка рабочая. Да, связка. Знаешь, так мне казалось, вот эта желтенькая, вот эта такая интересненькая, а еще витамин Е и кабамамид. Кабамамид, это в то время он были, я помню, зелененькая, синенькая и красненькая. Красненькая самая большая дозировка. Это вот то, чем мы баловались. То есть, мне казалось, что уже от этого меня уже прет. Понимаешь? Это как, не знаю, эффект плацебо был. А потом, когда там среди них появилась белая таблетка метана... Ну, еще одна белая таблетка. Белые таблетки обычные. Эти-то красные. Там витамин Е, помнишь? Это вообще волшебная таблетка. Понимаешь? То есть, у меня через другое было воспитание. У меня зашло это по-другому. То есть, мне фарма заходила с таким большим опасением. Папа думал, а может быть рано, а может быть нет. У меня же все это шло через отца. Угу. И поэтому, когда до меня это все донеслось, это... Блин, так вот... А может быть рано. Ну, давай попробуем. Может быть нет. Ну, давай что. Он сам ел метан, думал, как это с половым созреванием, со всеми делами. Там же это не просто так было. И поэтому, конечно же, когда до меня это все доходило, у нас курс закончился. Надо восстановиться обязательно. То есть, у меня курсы были только перед соревнованиями. Угу. Между соревнованиями мы сразу... Гранат Тарапин, там все эти истории. Сейчас говорят, это не работает. Я не знаю, как это работает, не работает. Но сегодня в 45 лет, когда я сдаюсь своему доктору анализы, мой представитель Железувид говорит, блядь, такое бывает. Значит, работает. Он смотрит мои анализы и говорит, блядь, я никого не видел. Чувак, который с 15 лет сидит, блядь, на фарме уже 30 лет. И чтобы были такие показатели анализов. Я говорю, ну вот так. У него два варианта. Или генетически одаренный, или под крылом бога. Все, наверное, будут говорить, что генетика. Как у вас сейчас в целом отношение к использованию фармакологии ребятам, ну вот в таком возрасте, 16-17 лет. Я тебе хочу сказать, что сегодня фармакология, талия – это фармакология, которая… Нет, безусловно, не так. Я больше не за это, понимаешь, не важно что, важно как. И важно сколько. Всегда есть такое, любой доктор, любой человек грамотный, образующий, не важно что, важно сколько. Ты же прекрасно понимаешь, даже если мы говорим про алкоголь, коньяком можно нажраться, а в профилактических дозах он дает очень хороший эффект. Тогда мы получили за это людей от подписчиков. Не бывает, не бывает безопасных доз алкоголь. Ну да. Все очень… Это понимаешь, я тебе так… А тогда давай сделаем таким. Если критично, тогда есть, знаешь, кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. И очень много людей, которые в 40 лет получают инфаркт и дохнут, потому что, сука, не могут расслабиться, носят все в себе. А чувак, который хотя бы немножко, получив стресс, приходит домой и коньячку вдарит, умеет позволить себе… Расслабляется, научно доказанный факт. Поэтому, кто там начинает рот открывать, пускай немножко задумается о другом и свои мозги перекинет на то, что вообще в мире происходит. И можно жить не так, как он живет, а посмотреть на другой страны, на происходящую ситуацию, на другие геморрои жизни, на другие геморрои других людей. Это совершенно все по-другому. Нельзя всю жизнь оценивать только как я это вижу. Потому что, если мне нравится синий, то вокруг все должно быть синее. Почему здесь желтые блины? Мне желтый цвет вообще не нравится. Что мне тут звука делать? Должны все вот такие синие быть? Мир у нас не может быть однотипным. Он разносторонний. И поэтому, когда люди однозначно не могут быть, все может быть. Все не безгранично. Когда ставят человеку четвертую стадию рака и говорят, ты сдохнешь через два месяца, а он через две недели, а он приходит через три-четыре месяца, у него ничего нет, он говорит, как это может быть? И бывает. И бывает. И это есть. И это как это объясняется? А когда человек живет 95 лет и всю жизнь курит, это как? А то и побольше есть некоторые. Как? Столетние. Поэтому я сегодня говорю о том, что скорее всего… Они скажут, что это исключение из правил. Да, это генетика. Это жопа. Нет. Просто люди… Есть такие люди, которые очень долго живут, те, кто похуисты. Это закон. То есть, если те люди, которые вовнутрь в себя не впитывают никакую информацию… Негатив. Негатив нет, они живут только на позитиве. Они всяко дольше проживают, чем обычный человек, который носит все геморрои, переживает, злится и, не знаю, нервничает по каждому поводу. Обрати внимание, нервный тик откуда берется человек. Из-за нервов, из-за стрессовых ситуаций. Обрати внимание, как человек выступает на соревнованиях, которые нервничают. Залит. Да. А представляешь, как гормоны в этот момент начинают бушевать? Кортизол. Когда всегда, вот в природе так существует, когда начинаются какие-то пагубные события, всегда природа страдает. А также человеческий организм страдает. Если мы негатив засеиваем сегодня с точки зрения эмоций, то представляешь, какой хаос там начинается. И просто организм говорит, блядь, я уже устал. А мы говорим про вред 50 граммов коньяка. Грубо говоря. Да. И ты когда прекрасно понимаешь, когда человек выпивает 50 грамм коньяка, ему хотя бы на какой-то момент начинает становиться хорошо. Что самое интересное, если хороший коньяк, то на утро нет никакого похмелья. Да с 50 граммов. Ну, мы так утрируем, конечно. Но это, опять же, не догма. У каждого есть своя история. Может кто-то пойти классическую музыку послушать. Пускай что угодно будет. Понимаешь? Просто тогда речь зашла за алкоголем. Мы как бы выразились в отношении алкоголя. Это каждого человека. Кто-то покурит траву, в конце концов. Мы не пропагандируем. Мы против. Это все вредит. Это выбор каждого. Кто-то пойдет просто сексом позанимается, ему станет хорошо. У всех по-разному. Ну, по поводу секса, наверное, у всех одинаково. Всем станет хорошо. Ты знаешь, некоторым он... Нет, подожди. Некоторым он нахрен не нужен. Я не знаю таких людей. А я тебе так скажу, что когда происходит стресс... Это фригидно. Нет, не фригидно. Это тоже... От головы. От головы. Ну, есть же мужики, да. Я хочу, а он уже не... А он все, он висит. Ой, это от анаболиков. Ахахахаха. А анализы задают, все хорошо. Да, да. А все висит. Они говорят, что в башке моменты, которые внутри сильно закопаны, и начинают твориться такие чудеса, которые ты не можешь даже сам себе объяснить. Угу. Вообще, тема потенции, она очень интересная, конечно. Нам бы сюда пригласить бы какого-нибудь третьего специалиста. Но только третьего специалиста лучше, который все-таки, помимо того, что у него красный диплом медицинского университета, чтобы он еще хотя бы немножко понимал, а лучше пробовал фармакологию, да, и немножко попробовал бы рассказать все эти вещи, куда они ведут, что делать. Потому что все-таки публика, она у нас такая, необычная. Потому что здесь правила жизни, как надо, вредно, не вредно. Когда, знаешь, у моего отца так получилось, что был рак, вторая степень, и мы успели. Так вот, там сестренка такая симпатичная у нее была. Я с ней чуть не зацепился, но понял, что это благо у меня... Поясните, что медсестренка. Медсестренка, да. Ну, медсестра, девушка такая достаточно, то есть не молоденькая, она категорически была уверена в том, что моего отца рак от спортивного питания. От спортивного питания. Да, то есть вот все категорически. И они там все ходят, что рак это от спортивного питания. Думаю, мать вашу заново. А вот в другой клинике, когда рак желудка был, и человеку, ну, практически, ну, нельзя еще ничего кушать, он только с капельниц отошел, да, прописывает спортивное питание. Я говорю, а это как? Ну, это, говорит, дебилы врача, например. Да. И я вот, кстати, на эту тему тоже зацепился с одним из, ну, гуру комментариев, потому что от меня тогда прозвучала фраза, что вот, допустим, у бабушки была, ну, не у моей, а вообще знакомой, так скажем, у нее были какие-то проблемы там с ЖКТ, грубо говоря, и ей очень тяжело давалась твердая пища, либо пюрешки, и дефицит белка, ей выписали протеин, который она пришла и купила в аптеке. И со мной начали спорить, что это за дебилы, как можно протеин, бабульки там и так далее. И я просто стараюсь, ну, я понимаю, насколько люди вообще в целом узколобые и насколько они далеки вообще А я тебе так скажу, что вот у меня двойняшки, которые отказались от родительского молока, от материнского молока, да, а чем их кормить-то? Смесь. Смесь. Смесь, это что? Ну, это то, что мы, ну, немножко, наверное, по ингредиентам, по степени очистки чуть-чуть больше, потому что добавлены витаминчики 5-10, которые нужны. Ну, не такое высокое содержание белка, но он там есть, безусловно. Но это основа-то сырье, то, из чего мы делаем белок только для взрослого человека. И сегодня вообще сам по себе белок, ты же прекрасно понимаешь, когда мы увидим среднего эстетического человека, у него переизбыток углеводов, недостаток белка по повседенной жизни, откуда и ведет у нас процент жира, почему мы толстые. Я говорю, давай просто ты начни. Мой онлайн сегодня заключается в том, что они сначала начинают считать то, что они едят. Никогда не посчитают, они смотрят цифры, они сами все понимают. Я говорю, давай только не врать, ты себе не ври, мне это вообще насрать. Ты себе только не ври и посмотри, что будет происходить. И потом начинаются разные манипуляции. Соотношение меняется. Да, но в большинстве случаев всегда недостаток белка переизбыток углеводов. А многие хотят, почему у тебя в спортивной линейке нет гейнера. Я говорю, у вас гейнер везде. В повседневной жизни. По углеводам нажираете, господи, боже мой. Поэтому... Но на самом деле, качественных гейнеров на рынке спортивного питания достаточно немного. А я тебе могу сказать, почему? Потому что качественный гейнер будет стоить дороже. Да. И все. И тут начинаются подсчеты. А сначала... А тебе не кажется, что здесь вообще вся индустрия, которая у нас есть, упирается во все то, что мы хотим за халяву? Да. Я только вот к этому хотел подвести. Мы, понимаешь, мы ни за что не хотим платить. Но потом почему-то все спортсмены хотят, чтобы им что-то давали. Ну, так не бывает. Так не бывает. Ты где-то должен все равно вложиться, но потом за счет этого должен где-то платить. Все равно ты платишь. Качественный продукт – это всегда дорого. Качество не бывает дешево. Точно так же и те, кто производит качественный продукт, должны понимать, что нужно платить за качественного спортсмена. Не банка протеина. А тут многие с вами готовы поспорить. Ну, к сожалению, сейчас… А я тебе дальше скажу. А теперь я сейчас и оправдаю те, кто должны платить. Они говорят, а кому я буду, за что я буду платить? Давай вот сегодня скажи, пожалуйста, вот спортсмена назови кому, вот из нашей грядки, кому бы ты, например, считаешь, что он достоин денег? Ну, если… Что с него будет толк? Нет, толк какой? В профиците… А то, что выиграет компания, как с точки зрения вложится и за него придется? Ну, то есть от спортсмена какой должен быть? То есть от него должен быть пресс прибыли компании. Да. Если мы говорим про человека, который занимается профессиональным спортом и говорим о том, что компании будет приход больше от этого спортсмена, фидбэк, да? Вот, то таких спортсменов нет. Если мы говорим про блогеров различного рода и так далее, от которых будет фидбэк, там, да, безусловно, их можно много количества, но профессиональные спортсмены… Теперь что делают спортсмены? Теперь что делают компании? Они все… Я просто столкнулся с автомобильной историей. Им нас рад, что я эксперты хорошо езжу. Но у тебя, говорит, мало подписчиков, чтобы сделать тебя амбассадором BMW. Вот, об этом речь. То есть я понимаю, что подождите, я сегодня могу сделать. То есть, например, в школу в Челябинск они меня зовут как экспертом, но амбассадором BMW я быть не могу, потому что у тебя мало подписчиков. А то, что вся моя жизнь, вся история была связана с BMW, я про эти BMW знаю больше, чем многие даже мастера, которые работают на дилере и задаем те вопросы, от которых они в шоке какие-то, что им немцы платят деньги Федорову за то, что он задал нам вопросы, на которые мы ответы не знаем. Я действительно просто, когда мне нужно сделать развал схождения в спортивной машине, на всех моих машинах, я их мозг выносил так, что в шоке, они докапывали до истины, оказывается, которую не знали. И сегодня просто это заключается в том, нам эксперт не нужен, нам нужно количество подписчиков. Теперь вопрос, кто эти подписчики? Насколько они платежеспособные, что? Нет, нам нужны цифры. Вы же понимаете, что целевая аудитория в целом, это выступающие спортсмены либо только в начале своего пути, либо спортсмены, которые только начинают и так далее, и это не платежеспособная аудитория в большинстве своем. Что касается именно спортивного питания, протеинов, гейнеров и так далее, это не платежеспособная аудитория. Даже если это платежеспособная аудитория, процент этой аудитории очень небольшой. Можно я тебе задам вопрос? Сейчас, секундочку, закончим. Платежеспособная аудитория – это все люди, не спортсмены. Подожди, ты о чем говоришь? Какой оборот был Pure Protein в то время? Когда был на подъеме – миллиард. Да, ты прав. 800 миллионов в месяц. Да. Под миллиард. Не платежеспособная аудитория? Платежеспособная. Объем. Правильно? Нет, тогда… Погоди, погоди. Да не то, что тогда. Давай тогда уберем. Давай мы сегодня на рынок. Сегодня рынок, который, в принципе, можно было контролировать. За что, наверное, скорее всего, все так плачево с Pure. У него были хорошие грандиозные планы. И там могла действительно получиться индустрия. Индустрия – аналог той, что создали братья Вейдеры. Но только сейчас все это разосралось по частным маленьким кармашкам. И что ни спортсменам, ни операторам. Оператору платить нечем. Платить спортсменам. И менеджеру тоже платить процент нечего. Мы сейчас находимся на пороге грандиозной жопы. Если ситуацию в корне не пересмотреть. Обратите внимание, в корне пересмотреть. Вот сегодня, как бы там ни было… Знаешь, мне кажется, даже когда я разговаривал с Владимиром Ильичем Дубининым, после того, как я съездил к Гришиной на соревнования, но, конечно, я высказал свое мнение. Я вообще не могу понять сегодня, а чего мы делим-то? Почему вот ребята с одной федерации не могут выступать в другой федерации? Очень интересный вопрос. А что такое-то? А чего мы тут теряем-то? Я никак не могу почему. Я правильно понимаю, что Сережу дисклифицировали, да? Да. Что ему теперь делать-то? Я был дисклифицирован, я знаю, о чем я говорю. Я никогда не говорю тебе вещи, как мне. Я два года был в лесу, лесом занимался. Лесом пиздилось, без выражения, чтобы как-то выжить, блядь. В своей другой федерации. Так что он теперь? Изгой? Изгой в другую федерацию? Ну нет. Почему он изгой? Это обстоятельства. А я сейчас скажу сейчас так, что, в принципе, если даже я сейчас оказался у Шамина на соревнованиях, я тоже уже враг народа, что ли? Ну, косвенно начнут поглядывать. А мне насрать, как они косвенно начнут поглядывать. Вопрос, пускай сначала объяснят причину косвенных взглядов. А вы знаете, что сейчас тренеров, которые готовят спортсменов в федерацию бодибилдинга и фитнеса России, в нашу аккредитованную, и выставляли своих спортсменов, им сейчас начинают закручивать гайки. Им запрещают появляться на турнирах, им запрещают выходить на сцену для награждения в альтернативной федерации, им запрещают вообще светиться как-то. Ты знаешь, так могут делать, если по жизни-то смотреть, это делать так люди неуверенные в себе. А люди неуверенные в себе, рано или поздно плохо заканчивают. Мне обидно за это. Вот сейчас даже ситуация с допконтролем, да, взять? Вы как к ней относитесь? Извини, пожалуйста, я сейчас, я был в шоке, когда я поеду сейчас. Я раньше не ездил, это первый мой выезд такой был, что я приехал в специально соревнованиях, в другой федерации. Я правильно понимаю, ты меня подтвердишь, что у нас есть спортсмены, которые по жизни дисквалифицированы? Да. Это кто? Пять их вроде. Из федерации? Ну, вообще, которые... Я вот знаю, что последнего кого, это Пахлавона дисквалифицировали, потому что он, сейчас объясню, как его дисквалифицировали. Он выступал в ФББ федерации, потом он выступил в альтернативе, его дисквалифицировали, и потом писали петицию о том, чтобы ему назад вернуться в ФББ. После того, как он вернулся в ФББ, провел там один или два сезона достаточно успешных, он выиграл там чемпионат России, он опять ушел в альтернативу. Угу. Когда повторное нарушение, тогда дисквалифицируется человек навсегда. Угу. То есть больше он в ФББ выступить не может. Угу. Вот. Но что касается док-контроля, там некоторые получили такие сроки дисквалификации. Одна девочка, по-моему, получила 12 лет. Одиннадцать лет. За док-контроль. Это очень интересная история вообще, которая... Я никак не могу понять, за что мы бьемся. Чьи амбиции мы тут воплощаем? Я знаю, что вот этот разговор было бы круто провести в кругу как минимум двух людей. Ну, помимо нас с вами. Вот. Но на такие разговоры они никогда не пойдут. Они никогда не придут на подкаст. Они никогда не смогут четко выразить свою позицию. Да, может быть, и могут. То есть у нас их попробуют услышать. Услышать их? Конечно. Я просто, мне интересно... Ну и решите... Ром, мы слышим ими действуем. Ром, мы здесь немножко по-другому. Может быть, есть еще раз. Я сегодня пытаюсь донести. Я не говорю. Я просто не понимаю. Я, может быть, что-то как-то пытаюсь... Потому что видим же... Я еще раз говорю. Мы можем видеть свои колокольны. Но у людей, может быть, есть какая-то позиция. Позиция. Я сегодня сужу по тому, как было основано. Как это сделали братья Вейдер. Которые создали эту индустрию. Круто. Но потом появилась шайка нескольких человечков, которые все... Разворовали по ячейкам и пытаются что-то свое колотить. И более того, потом взяли и еще разосрались. Может быть, договорились. Может, как-то бабки попилили. Может, просто больше аудиторию создали. Может, ажиотаж таким образом создали. Я не знаю, что это происходит. Понимаешь? Как по мне, минус вообще. Это один огромный. И минус однозначный. Минус однозначный. Я сегодня, когда сказал, на меня смотрят дурно. А я считаю, что сегодня, учитывая то, что у нас... В Америке никто не ждет. В Европу нас никто не пускает. Это понятно, конечно. В Азию только езжайте, а мы что-то ждем. И присматриваемся. Я очень... Знаешь, когда я узнал, когда парнишка ко мне пришел попозировать, я, конечно... Я честно вам скажу, ребят, я... Блин, где я косячу, то косячу. Я говорю, слушай, а почему ты так... Ноги ставишь на широчайших сзади. Это в раскорячку вот так. Ну вот так вот. По-уродски, блядь. Извини, знаю. А ему просто по его пропорциям так стоять нельзя. Ну вот нельзя. Он стоит поздно. Он говорит, так, преднаписанный. Я такой думаю, да ладно. Я так на него, знаешь, что рявкнул. Потом думаю, ему что-то стыд. Думаю, да, как смотрю. Я звонил ему, говорит, да, у нас такие правила. Я говорю, а кто правила придумал? Филипп Борн. Я такой думаю, ёб твою мать. А у нас разве бодибилдинг это не то, когда мы... Мы должны скрыть свои недостатки и показать свои достоинства. Или ещё у нас. Мы должны всё своё говно выкидывать на сцене и посмотреть, кто хуже смотрится, что ли? Это что за блевотина это стало сегодня? Это кто это, блядь? Это зачем? И когда шоу перестаёт быть популярным, когда мы сможем вместо того, чтобы мы будем взращивать красоту, мы будем смотреть на рогваны, так это никому скоро станет неинтересно. Да это уже никому неинтересно. Это уже никому неинтересно. И когда сейчас начинаем говорить, ребят, можно остановиться и, может быть, что-то начать по-другому и не просто тупо присматривать. А сейчас, в общем, всё просто. Мы... Почему допинг-контроль? У меня вопрос. Почему? Потому что очень сильно зависим от спорткомитета. Ну, конечно, аккредитация, деньги. Вот. Значит, что получается? Мы, получив деньги, должны кого-то слить из спортсменов? Да. Круто. Куда мы идём с пятачком? В общем, топовых спортсменов. Куда идём мы с пятачком? Большой-большой секрет. В жопу? Круто. Мне понравилась ситуация эффекта шоу, когда... Пускай даже вот эти вот с крыльями ангелы. Да. Ну, по крайней мере, дети, которые там были в восторге. В IFBB ввели эту номинацию в нашей федерации. В IFBB, подожди, там ввели ещё какие-то джинсы, блядь. Джинсы, пиджаки. А, у меня вчера как раз в Москве был. У меня, говорит, Александр, а что здесь смотрят? Я говорю, здесь оценивают дырки на джинсах, блядь. Так и крылья тоже ввели. Это артистика. Это, понимаешь, крылья, я считаю, что это в данной ситуации конкурс для женщин. Но когда мужиков начинают уже так, давайте мы немножко это выведем. Там можем одно наименование, ну, хотя бы ты можешь сюда прийти, там, ребёнок мой, там, 8-9 лет, он будет видеть это. И это для ребёнка, для того чтобы сделать элемент шоу. Ну, нельзя из этого делать соревнования. Ну, там же как, там у них два раунда тоже. Первый раунд они в шортах там или в платках выходят. Вот. А второй раунд этого, как у Fitmodel, они тебе плотя надевают, а тебе одевают джинсы и пиджаки. То есть, если фронтально, когда они стоят, там ещё примерно понятно, что сравнивают. Ром, а можно мне вопрос, а не что, сейчас будут соревноваться потом за джинсы? Да. Ну, нормально. Да. Ну, поэтому вот, понимаешь, а все считают, что это массовость. Массовость. Так это основная причина, почему новые номинации вводят шоу и массовость. Ну, тогда да. Ну, блин, если ты помнишь. Спорта? Спорта там нет. Спорта нету давно и во многих номинациях уже. Не могу тебе ответить на этот вопрос. А это не вопрос. Это моё личное. Вот. И поэтому я сегодня, когда скину, она многим не понравилась, я считаю, что сегодня нужно создавать а-ля Арнольд Классик, который был изначально, когда за первое место Хаммер, золотой роликс, именная куртка, индивидуально пошитая на человека, да. И вот точно таким же образом выводить по юридическому предписанию. Это должно выглядеть, чтобы не как соревнования, чтобы не было оснований человека дискалифицировать и чтобы там могли выступать все. и вписываться, иметь хорошую юридическую базу, чтобы никто не мог даже их дискалифицировать. Иначе просто судиться с федерацией и выигрывать отсюда. И таким образом тогда мы можем рассчитывать на индустрию. При этом создавать хороший агентский, чтобы у каждого спортсмена, который лидер был, свой агент, который мог его продать. А его можно продать. Его нужно научить. Просто им надо заниматься. Он сам себя не может пиарить. У меня сегодня большая проблема, потому что я сегодня здесь говорю, но я себя продать не могу. Да, я имею в виду, сегодня продаете вы меня, а не я сам себя. То есть вы пришли позаниматься, я по поводу вас занимаюсь. Мне нужен мой агент, который понимает, как меня продать. И также проблема всех спортсменов. У них у каждого есть своя индивидуальность, есть своя способность. Но каждый спортсмен должен понимать, он себя никогда не продать. И в бутибилдинге до сих пор нет индустрии, которые были бы менеджером. Вот и все. Как только это изменится, ситуация может не подниматься. У вас, понимаете, какая ситуация, вы есть. Я сейчас говорю то, что у меня было. У меня был менеджер, у меня были контракты денежные, у которых никого не было. Я ездил на Олимпию, и нас всего трое, Шелестов, я и Мишин. И понимаешь, я говорю те вещи, которые действительно… И в Америке это было индустрией, есть золотой треугольник. Федерация, спонсоры, спортсмены. И они даже не думали о том, чтобы расширять там эти сиськи, письки, джинсы, крылья. Четыре номинации. И турниров было меньше, а денег вокруг этого крутилось колоссальное количество, стеждая шоу. А сейчас мы количеством пытаемся загнобить все, что есть. Ну, потому что не хватает качества. Правильно. Может быть лучше на качество. А сейчас у нас, понимаешь, тренировки идут за счет количества. Люди измеряют, сколько тонн он перекинул. Ну, бред. Я говорю, ты что, подъемный крон? Общий тоннаж, да. Общий тоннаж. Я когда услышал общий тоннаж, я столько тонн перекидал. Я говорю, ну, молодец. А что еще? Пойди еще в вагон разгрузи. Там вообще столько тонн. Там нормально, да. Зачем зал-то идти? Зачем зал-то идти? Можно просто тоннаж. Поэтому, понимаешь, когда мы идем, надо понимать, какую цирку хотел, чтобы, знаешь, какие-то цели выстраивались. Федерация хорошо. Ну, вот цель-то какая. Так, ну, мы же можем об этом, ну, очень много с вами дискутировать. И очень много с людьми, которые понимают, куда нужно двигаться и что нужно для этого делать. Но те люди, которые стоят у руля. Я понимаю, здесь сейчас сегодня революцию создавать я не буду. Никогда не хочу вершить. Нет, в какой случае хочется донести. По одной простой причине. Ну, я тебе так скажу, что я Вишневского уважаю, поскольку это один из моих тренеров. Если его народ выбрал, это его история, он, наверное, не знает, что делать. Я просто сегодня говорю о том, что нам не мешает ничего, вместо того, чтобы просто болтать языком, создавать вот такой. И кусаться. И кусаться. Мы можем создать то, что не будет никому противоречить. Абсолютно. Все. Вот сюда нужно идти, а не биться. Ничего. Вот, допустим, на BC вот федерация, где мы были с вами на турнирах, там же тоже уже такая зарождается. NBC, они сделали себе федерацией. NBC. NBC, я говорю, да. Они создали уже сегодня как альтернативную федерацию. Да. А значит, являются уже соревновательным, как статус имеют. Да. Я сегодня говорю о том, что нам же с тобой Фиолетово, где мы разыграем с тобой новый Хаммер. Абсолютно. Это может быть не соревнование, и она не может… Это может быть просто организованной… Это будет, например, наш с тобой юбилей, на котором будут приглушены все спортсмены, а в рамках этого юбилея будет розыгрыш. Но нельзя будет одним спортсменом выступать. А почему нельзя? Подожди, а почему им нельзя прийти ко мне на день рождения? Нельзя. А кто это запретит? Если это ты, когда это будет прописано в нашем розыгрыше… Не знаю. Нет, в нашем розыгрыше. Подожди, подожди, подожди. Там есть вазеечки. Тут вопрос просто, надо позаниматься. И никто им не запретит это сделать. Никто. Не запретит. То есть, подожди, ты хочешь сказать, смотри, давай, допустим так, что, например, в федерации ты прописываешь в уставе, тебе нельзя выступить с показательными выступлениями в ночном клубе? Нет. Ну, как можешь. Нет, такого нету. Ну, вот он выступит с поколенными выступлениями. А мы просто им подарим Хаммер. Потому что он лучше всех выступил на показательном выступлении. Мы говорим про турнир. Ты услышишь меня? Я слышу. А это будет просто, грубо говоря, даже не турнир. И там не будет никаких, это просто открытое шоу, которое что угодно. Ты можешь что угодно сделать. Еще раз. Фантазия может какая угодно. Конкурс красоты сделай. На пляже. На пляже, да. Как угодно. Ну, вот делал что-то подобное. Ну, я не про призыв. И я тебе, самое главное здесь, что если как только, надо дать понять, лучше договориться. Но если не договорятся, мы все равно нужно выиграть и отсудить того спортсмена, который будет поклёп. Все. Тогда твое шоу. Мы сейчас по поводу спортсмена, потому что спортсменов мне жалко, когда их просто направо-налево разбрасывают и нахер посылают. Дисквалифицировали. Ну, кто у нас? Угольников, да? Уехал, да? Тоже дисквалификация? Да, да. Угольников. Сейчас Серега, правильно? Да. Кто следующий? А все топы. А потом говорят, а что у нас спортсменов нет? У кого вы хотите оставить? А это же так выглядело унизительно для спортсменов, когда они… Я еще раз говорю, я сегодня буду повторять кому угодно в глаза скажу, потому что я сам был в этой шкуре. Просто я тогда свою позицию отстоял, и мы все проговорили. И сегодня те, которые люди, с которыми мы проговорили, они сегодня у руля уже не стоят. Они понимают, о чем я говорю. Так делать нельзя. Ну, вот я говорю о том, что… Поэтому сегодня, чтобы не судиться, не париться, надо сразу говорить, мы будем делать так, и вы вынуждены будете с нами согласиться. Потому что, потому что лучше нам не мешайте, лучше помогите. Если все будет нормально, мы в ближайшее время соединимся и будем только от этого все выигрывать. Мой позыв такой. Это позыв не курильщика, а здравомыслящего человека. Я могу и закурить. У них немного другие… У них может быть что угодно, пойми. Еще раз говорю, у моих одноклассников тоже были очень много смешков, когда я говорил, что я поеду на мистер Олимпию. И никто в это не верил. Что угодно, еще раз говорю, до тех пор, пока мы будем жить в рамках в этом мире, у нас ни хера не будет получаться. Посмотри наверх и увиди, там конца нет. А мы всегда… у кого-то какое-то мнение, насрать. Вот знаешь, Шамлин, чем мне нравится? Он пошел, он делает свое дело. Вы знаешь, от него энергия прет. Потому что… И не то, что хорошо ли это, плохо. Просто почему-то его стали называть предателем. Я не могу понять, в чем прикол-то. Человек создал то, что красочно. И причем здесь есть тело, есть мышцы. Мы здесь по поводу чего? Так изначально это же все оговаривали. И причем, более того, тех, которые федерация слила, дискуссировали, Шамлин их приютил. Красавчик. Еще и он мудак. Так Шамлин в том, что он не запрещает выступать спортсменом где угодно. Вы можете выступать где угодно. Он всем только рад. Более того, я никогда не говорил об этом, пока я с человеком не пообщался. Мы с ним заочно знакомы, но он не был такой тесно, как сейчас. И я не понимаю логику. А что сраться-то? Если можно создавать вместе совместную индустрию. Так Шамлин пришел с этим предложением. Я знаю. В федерацию. Он же все это предложил. Я знаю. Он же попросил, он сказал, нет, у нас все, иди. И все было бы хорошо. Все было бы хорошо, что там с Антохо, все 5-10, все пляшут под Сантохо. Только Сантохо сейчас на чемпионат Европа, почему мир это сильно не зовет. Я правильно понимаю? Политика. А, ну а мы там что делать? А вы в топ-контроль дисквалифицируетесь и вообще пошли? Или в Азии просто выступаете и все. Да. Ну, нормально. Время менять ситуацию сейчас, понимаешь? Время. Конечно. С Антохо получает с Россией бабла. И в то же время закончил. А ну... Я еще раз говорю. Может быть другой выход. Просто сегодня есть вещи, которые мы можем реально решать. И никто нам бы это не запретил. Аминь. Да. Я еще раз говорю. Здесь ситуация не, что кто-то что-то делает правильно, неправильно. Просто увидев одно, видя другое, надо менять ракурс. Надо менять. Но... Мне кажется, все-таки это люди, которые не готовы. Они, как говорят, дали совка. Они не готовы что-то вот новое как-то менять, заменять. У них есть вот вектор движения. Ром, там хороший. Там есть... Ромочка, там есть. Я же тоже совка. Подожди. Есть совка. Есть реальные вещи, которые с совка научились пользоваться айфоном. А есть люди, которые с совка и до сих пор с кнопочным телефоном. Брат Тулечкин, я не очень хорошо умею пользоваться четырнадцатым айфоном. Вот мне его подарили на день рождения. Четырнадцатый Pro Max, один терабайт. Я тебе что скажу? Три фотографии такую снимаю. Ну, попозже снимайте, если не переживайте. А каждый должен заниматься своим делом. Вот в чем дело. Когда человек встает на позиции лидера и не является лидером, это утопия. Он же был, когда именно встал, он же был лидером. Ты проговорил. Суть в том про Александра Вишневского. Я еще раз говорю. Я сегодня давно с ним не общался. Я просто говорю, что когда Александр Вишневский, я его вообще, ну, только уважение к человеку, к его спортивной карьере. И когда вот он встал у руля федерации, это был безусловный лидер. Все знали, что будет развитие и так далее. Но сейчас нет развития. Погоди, погоди, погоди. Подожди. Развитие есть. Нет развития. Но смотри, какие медали стали. А. Тинькофф арена. Смотри, какая сцена классная. Согласен. Блять. Ну, это же классно. Смотри, сколько участников стало. Смотри, сколько дисквалифицировано. Тысяча триста, там скажу, тысяча двести у нас участников. Массовый спортсмен. Смотрите, как спортсмены после награждения, как тараканы разбегаются в зал и им выносят на улицу тапочки и их одежду, чтобы они не поймали дисквалм. Это унизительно. Это унизительно, когда человек, помимо своего выступления на обезвоживании и на всем, думает, куда ему засунуть презерватив с мочой чистой, чтобы в случае чего ее можно было вылить. Или залить ее в уретру через шприц, чтобы можно было пописать после соревнований. Братик, и это я тоже проходил, и ты знаешь, что это не спасало. Он думает не о том, как ему сейчас выступить на соревнованиях, он думает о том, как бы ему съебаться побыстрее с этой сценой, чтобы его не поймали. А ты думаешь, раньше такого не было? Раньше в России такого нет. Раньше спокойно могли выступить на чемпионатах России, на чемпионатах Санкт-Петербурга. Платуличкин, я на Европе так доп. Это Европа, и это чемпионат мира. Мы не берем эти соревнования в расчет. Там всегда так было. Хотя у меня на чемпионате мира так не было. там кого-то каких-то бикинистых там хватали но у нас когда мы в девятнадцатом году выступали никого не лидер это тот который оставит свой интерес а если ты руководит федерации ты отстаешь не свои личные интересы а интересы своей команды своей семьи а вы знаете как это все происходило и происходит знаю я больше я участвую в процессах во всех не как которую дисквалифицировали сейчас это никак не происходит ром я еще вышел первый сезон форме он собирает все турниры там ведь чемпионство в его везде вторые места то есть первый раз человек сделал форму он на пике грубо говоря своей 5 соревновательной карьеры он столько ждали от него эту форму в итоге он я получает сквал на четыре года все человек в этой федерации что-то кто следующий кто следующий все все никто вообще абсолютно не застрахован при девочку которая тоже рома один пиджаках и в этих самых ребят минует это они допинг который будет проходить ну все а что у нас сделать как у какое вообще у вас отношение относительно бодибилдинг и топ контроль но давай сделаем так давай так скажем для меня бодибилдинг это немножко не просто соревнования для меня это образ жизни поэтому сегодня понимаешь как бы я бодибилдинг как люблю также ненавижу вот 50 на 50 наш быть по одной простой причине во мне бодибилдинг создал целеустремленного человека до вот но также я прошел стадию извлечения от мега супер эгоизма потому что все-таки качок это мега супер эгоистичный чувак во всех во всех отношениях пожрать мне одеться мне на зеркало посмотреть на себя как я выгляжу как я побритые ноги не побритые все это дело до сих пор мне знаешь люди говорят ну слушай ты ходи с вас а меня не могу как будто грязный понимаешь но так вот зародилась да но это моя история я говорю ладно по поводу тела и восприятия для вот так которую мы видим а что внутри им человек понимаешь что внутри амбиции очень много по факту сделать ничего не можешь у нас есть только что мы должны вовремя поесть вовремя пожрать вовремя поспать и вроде хорошо выглядят мы хорошо выглядим чё дальше то обрати внимание сколько бодибилдеров которые могут хотя бы два слова связать ну наверное немного очень много а теперь дальше а теперь дальше обратив внимание в основном что они могут рекламировать только фармакологии ну чтобы получать какой-то заработок офигенно то есть мы с одной стороны и и вроде я должна общая запрещаем а с другой стороны рекламирую федерацию тоже можно понять оба на так подождите а как делать но никогда не создается консилиумов ребята как мы это будем делать как мы это будем как как мы создавать что что мы как как это конечно может быть федерация это сознательно делать когда извинили направо налево он там рекламируют фармакологию так нужно от него избавляться если русский язык не понимает можно таким образом рекламируют не фармакологию конкретно просто команду в котором затем учу по уши деревянной что но извините меня когда ты сейчас берешь команду рекламе команду берешь поисковика забиваешь там все понятно становится все понятно становится идет им надо бы нет но это же команды а раньше такой был у этой команды есть краешка была поддержки но раньше и никто не платил спортсмен а сейчас спортсменов есть возможность хоть что-то зарабатывать и когда федерация говорит еще раз я увижу рекламу гормона роста или там лейбочку или футболку в которой вы занимаетесь с лейбочкой этого этого вы получите дисквал а спортсмен справедливо же вопрос дает в обратную это один из моментов на которые я могу ведь но ведь деньги использовать для подготовки что давайте тогда ну пусть федерация давай сделаем немножко теперь я пойду немножко защиту федерации давайте теперь так скажи вот смотри любая федерация существующая она все равно по чем-то присмотром под надзором но у нас это что у нас это спорткомитет и соответственно хорошо а позиции допинговый агент да если спорткомитета не будет его все равно мы к кому-то будем привязан мы всегда будем мы не можем быть просто без участия nbc никому да и до поры до времени скорее все даже не привязана просто закрываются те или иные вопросы и там кто-то этим рулит ты не можешь быть просто не привязан мероприятие пройдет раз мероприятие пройдет 2 всяко будет какой-то если тем более мероприятие успешно нашей так получается что в мире ничего не происходит бесконтрольно но надо бы не быть идиотом но всегда так было что рано или поздно это должна быть выстроенная четкая структура четко понимать куда мы идем с пятачком у нас нету сегодняшней конечной цели чем мы хотим создавать братья вейдеры знали что создавали а мы сегодня оля как бы выжить и следующий сезон организовать вот и все и поэтому это как ветер подует а просто спортсмену жалко вот об этом сегодня медаль она утратила свой смысл все не медали раздают всем кем угодно я захожу у меня уже медали за за просто так угодно папа получил медаль сейчас едем но хорошо им приятно медаль получить но лучше за заслуги или за какие-то достижения давать орден или награду но не медаль медали то золото севере бро бронза за которую сука пот проливают на медали не может быть такой же ленточкой написано такая же точно медаль на то написано за заслуги или еще не может быть здесь должно быть отдельно медаль это ценность за который люди пашут сейчас это уже стало неактуально наградная атрибутика да наградная атрибутика любое сейчас кому угодно можно дать и она точно такая же она будет визит ты же издалека не будешь там читать она висит на стене у человека который знаешь что у него столько медали назад он даже взял ни разу не ходил ну просто по 100 рублей там дал к как спонсор и чего более как спонсор за 100 рублей купил себе медаль ну как это абсурдно звучит то есть спонсора не получил ничего я еще раз говорю если вы вспоминать этот золотой треугольник это федерация спонсор спортсмен они все взаимосвязаны и там не надо ему медали дарить спонсору потому что он получает спортсмена которого грамотно оценили который хорошо выступать на соревнованиях куда приходит доход доход суда он становится лидером и вот здесь на соревнованиях хорошо позиционирует потом он рекламирует продукты автография приходят покупать это питание с этого питания не понимает что они стёгивают в федерацию и остегиваете спортсменов замкнут though부�. Увеличивается потребляемость увеличивается бюджет вот что не понятно такое сейчас невозможно как невозможно потому что очень много компаний кого компаний очень просто просто сегодня спортивное питание нужно начать контролировать на качество это может сделать федерация если мы сейчас начнем контролировать на качество мы сразу охренеем и получим очень много продуктов, которые не содержат то, что написано на банке. А следовательно, когда мы получим то, что содержится в банке и будет продаваться, то продукты станутся очень популярны, потому что они возрастут в качестве. А качественные продукты у нас всегда что? Востребованные. А значит, и сама стоимость будет, ну, понимаешь, приходы... — Будет же серой. — Что серой? — Почему серой? — Спортивного питания. — Будет то, ну, грубо говоря, мы же говорим про какой-то общий стандарт и сертификацию определенных брендов, которые соответствуют полностью всем требованиям. — Ну, хорошо, если чего? — Ну, вот говорим, там, 4-5 брендов. — Ну... — Остальные бренды... — Почему 4-5? Пускай все. — Я условно говорю. — Да их не может быть все. — Потому что... — Потому что... — Я тебе объясню всегда за лидерство. — Я тебе объясню. Да пускай за лидерство борется как угодно. Только лидерство за что? — За продажи. — За продажи. — Ну, хорошо, продажи. Мы сегодня берем. Если у вас продукты соответствуют норму, то продавайте. Боритесь. — Продавить борется. — Я к тому, что... — Как ваш треугольник связан с... С кем? С чем? — Еще раз, сегодня... — Конфликт получается. — Сегодня... Нету конфликта. Еще раз, давай расскажу тебе сегодня. Сегодня спортивное питание что в общих массах? Нахер я буду жрать, если всего от него дричишь? — Я не могу сказать. Так что сейчас такое... — Уже лучше стало? — Ну, обуважив. — Уже лучше стало? — Ну, конечно. — Ну, а вздутие живота, пучинь и все остальное... — Ну, это индивидуально непереносимое... — Я еще раз говорю, сейчас просто не буду говорить. Я до ковида отвез один продукт. Ну, когда я... — Я знаю, это компания РПС, и оказалось там очень-очень мало содержания белка. — А кто ее контролировал? — Кто-нибудь ее наказал? — Кто-то нет. — Ну, а чего? — До сих пор они остаются на рынке. — А чего... Я тебе так скажу, что еще есть компании, которые также могут... — Я могу сказать, их очень много. — Вот. А что мы делаем-то? А люди, которые кушают РПС, что они делают? Ничего не получают, они понимают, что они делают. Эффекта нету. Поэтому человек не хочет это покупать. А если эффект будет, а эффект что? От качества белка — это хорошая восполняемость, хорошие показатели, когда он кровь сдает. Это же все начинает работать. И когда это работает, с этим работать без этого неравного, он будет это покупать. И не на последние деньги. Он на это будет бюджет выделять. А это что? Оборот увеличивается? — Конечно. — Я об этом и говорю. — Это очень глобально. — А, я не говорю ни о чем. Ты заметил, у меня всегда все глобально. — Это очень глобально. — Я как только свою продукцию зарегистрировал, я уперся. — Мне очень интересно. — Я когда съездил еще раз, когда у нас погрешность, ты понимаешь, до 30% доходит, это считается нормой. Я говорю, вы что, охренели, что ли? — Такие стандарты. — Да какие стандарты? Кто их придумал? В 70-х годах они были. Просто уже время еще. 21-й век. 50 лет прошло, блядь. — А никто этим не занимается. Должен быть на что-то. — Лучше бы федерация этим занималась. — Лучше бы. Но относительно вашей компании… — Представляешь, какой бюджет? Спорткомитет бы столько даже не выделил бы. Если бы создана при федерации была такая же, как с РО, например. Там бы сразу денег хватило бы на все. То есть все производители спортивного питания просто подконтрольно отвечали бы и все делали. Вот тебе бюджет, который ты хоть на Мерседесе… Ну ты хотя бы дело делаешь, и ты можешь реально показать, откуда бюджет. Не будет такого, ну ладно. Относительно вашей компании. Вы организовали ее уже после всех контрактов и так далее. Как вам пришла идея, что вы хотите свою компанию… — А их компания должна была открыться в рамках пьюра. — Да. — То есть там должна быть линейка. — Это та же самая именная линейка, которую я рассказал уже про эту MHP. И мы приняли решение, давай в рамках пьюра сделаем такую же премиальную линейку. Просто когда пьюр стал развалиться, вот эти все наработки я начал тащить. Пьюр развалился, с этим все закончилось, у меня были наработки, и я решил просто это сделать. — Вы на Эстеме? — Да. — У вас компания на Эстеме, да? — Да. А есть ли для вас в России спортсмен, ну я не знаю, насколько вы знаете всех спортсменов, которому вы готовы были бы платить средства? Ну это я не говорю, что какие-то великие деньги, но тем не менее это же все обсуждается, правильно? — Я тебе хочу сказать так, сейчас я не могу его назвать, но я уверен, если бы у меня была бы такая задача, у меня появился бы, я бы его вырастил сам. — Не обязательно вырастить, он уже может быть. — Ну зачем? 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 Желательно сегодня, я думаю, что это голодный парень где-нибудь из глубинки, которому нужно дать шанс. Так будет легче. Это сразу его духовно растить надо, это сразу его нужно понимать. — Духовно? — Конечно. — Вот. — Только через это и нужно, подожди, брат. Только через это. Потому что, понимаешь, все серьезные лидеры, они духовно образованы. Все спортсмены, которые достигли каких-то результатов, у них есть духовная составляющая. Человек должен четко понимать, что хорошо, что плохо. Где он обосрался, а где нужно извиниться. — То есть из уже каких-то состоявшихся... — Скорее всего они есть, просто у меня общения с ними очень мало. Я не знаю, может быть они есть. И у меня цели такой задачи не было. Взять кого-то на контракт, кому-то платить деньги. Сегодня я просто не готов это делать. Когда были бы у меня сейчас... Если бы у меня увеличились продажи для того, чтобы у меня появился бюджет на это, конечно бы такой человек нашелся. Я не знаю, кто это был. Я бы, скорее всего, провел переговоры, поинтересовался бы про жизнь, посмотрел бы, что он может. Но и скорее всего это не было бы так, чтобы я бы ему платил. Скорее всего я бы лучше создал бы агентство, вот то, о чем я говорю, которое бы человек этого раскручивал еще дальше. И предложил бы ему процент с того, что я буду на нем сам зарабатывать. — Вот. Это очень важно. — До условия того, что... — Не обязательно платить зарплату. Может, процент по промокоду, например. — Ну, и сейчас уже такое есть. — Что такое есть? — Сегодня промокода есть уже. — Промокода есть. Кто получает денежный процент со своего промокода? — Мои все спортсмены, которые могут... Ты можешь получить промокод, ты будешь получать денежный процент. На каждой продаже по твоему промокоду ты будешь получать процент. У меня такая ситуация есть, она уже работает. Пожалуйста. — Ну, у нас такая ситуация. — Я могу отдать... И потом, более того, я тебе могу отдать деньгами или товаром? Своим же. — Ну, товаром, конечно. — И если нет, я могу... Некоторые оплачут деньгами. Например, кому нужно... Они кушают мое питание, если они понимают... Просто ему питание легче, он может перепродать, еще на этом заработать. Им невыгодно. То есть я создаю максимальное условие, что я могу создать. То есть чисто просто экономика. Я тебе посчитаю то, что заработано, цены. — Почему вы не стали дачи развивать? Почему вы не развиваете компанию сегодня? — Я развиваю. — Нет, я к тому, что... — Подожди, мы потихонечку идем. Сегодня, например, не масштабируемся, потому что одно время, пойми, что у каждого есть человека... Знаешь, мой период жизни, в 40 лет, я четко себе задал вопрос, а что я делаю? То есть надо переосмысливать, остановиться. Ты всегда бежишь, 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 нужно... Стоп, подожди. Что у нас здесь? Что у нас здесь? И здесь просто получается момент, что мы пока стоим. Компания же не сдулась, как многие. — Нет, нет. — Она, понимаешь, она вот как продавала свой объем, то курс такой, курс такой, война, не война, ковидный. Я как был продавал, столько продаю. У меня как были свои клиенты, так они у меня остались. Я дорожу им. — А вы же есть на маркетплейсах? — Появились сейчас, да. И сейчас очень хорошо начали там продаваться. Мы растем, там есть определенное... Что-то мы сами продаем, что-то я отдаю партнеру, он продает. Поэтому сейчас, благодаря этому мы растем. Сейчас выходит новый протеин, новый вкус протеина. Вот сейчас еще будем отвести переговоры. То есть продукты будут сейчас расти. — У вас есть какая-то в голове рецепт какого-то продукта, которого нет на рынке, но вы бы хотели бы его произвести? — Я тебе так скажу, что чтобы был рецепт, мне нужно быть кем? — Технологом. — Технологом. Я же не технолог. — Ну, я пример. — Знаешь, как я пришел и создал эти продукты? Я говорю, вы знаете, я прихожу к технологу, собираю собрание. Я говорю, знаете, вот мне вот нужно... Я хочу что-то вот такое, значит, силу, но не хочу, чтобы это нарушило центральную нервную систему. Мне нужен здесь эффект, здесь закрыть вот эту потребность, вот эту потребность. Технолог начинает думать, что мы туда добавим. То есть я задаю идею, которую он воплощает. Потом он делает пробники, и мы его тестируем. Вот таким образом зарождались мои продукты. — Я не видел у вас в ассортименте предтренировочных комплексов. — И никогда не будет. — Почему? — Я тебе объясню. Что делает предтренировочный комплекс? — Дает энергию взаймы. — Взаймы? Откуда она берет? Из ресурсов, из недр, из центральной нервной системы. — Оба-на! А мои тренировки на что построены? Не тронуть центральную нервную систему, а тренировать только ту мышцу, которую ты должен тренировать. То есть ты с тренировки уходишь с наполненными мышцами, но твоя центральная нервная система отдохнула. — Кофеин? — Только. Гуарана, все. Предтрен нужен тем, кто идет по груши стучать, который хочет всю дурю выкинуть. Туда? Да, пожалуйста. В бодибилдинге я считаю, что предтрен. Никогда у меня не было. Ну, то есть можно его сделать, когда ты совсем спишь, но ничем хорошо, лучше пойти отдохнуть. — У вас был этап, когда вы использовали предтренную наушнику? — Нет. У меня даже более того несколько было продуктов, мне с них становилось плохо, начинало трясти, и я считаю, что это неправильно. То есть ты должен четко давать себе отчет. Это вот и есть момент тогда, когда ты с уважением относишься к своему телу. Я уже не знаю, говорили, мы с тобой не говорили, у нас как, наша голова, она настолько дурная, но у нее в подчинении наше тело. То есть голова что говорит? Блядь, нам надо денег заработать, нам надо сегодня поработать, вечером на дискотеку, еще на тренировку и все, тело такой, да ёпта, тяжеловато за один денечек, давай отдохнем. — Нормально. — Не, ни хера, пойдем сейчас притрен сожрем. Чё? Притрен-то вроде нормально. А чё тело там как? Тело терпит, 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 а потом просто там, где слабенько. Ну, зачастую температура 37, вирус или еще что-нибудь. У кого-то травма, у кого-то спинка, у кого-то шейку заклинит, у кого-то еще чего-то. — Это мы называем перетренированностью? — Это начинается пинок под жопу в нашей дурной голове. Под затрещину. — Люсь. — Да, но человек не успокаивается, херня, таблеточку съел и дальше пошел. Еще идет, идет. И вот вопрос, когда он задумается, когда нужно своему телу дать отдохнуть. — На каком этапе? — На каком этапе. Так вот, когда мы принимаем предтрен, когда нет, надо задуматься, может в этот день нужно пойти в баньку, в релакс, еще куда-то. — Вы же тренируете спортсменов в зале, и наверняка много ребят, которые приходят в зал, они используют протренировочный комплекс. — Да. Но я никого не переубеждаю. Пойми, я только... Когда человек пришел ко мне, я спрашиваю, у него какая цель? Помнишь? — Да. — Ты приходишь ко мне, какая цель? Тренируем мы это? Хорошо, тренируем. Ты сказал, делай. Я ничего не ломаю. Я только то, что вижу, пытаюсь усовершенствовать. Только человек, который ко мне приходит, Александр Анатольевич, я все буду делать, как вы скажете. Я говорю, подожди, что я должен сказать тебе? Я его буду мырыжить до последнего. Но я выведу на то, что он сам свою жизнь будет создавать, и сам выстроит свой тренировочный процесс. Я его только буду немножко подправлять. Я не могу за тебя решить всю твою жизнь. Я не могу за тебя выстроить твои тренировки. Я тебе могу помочь относительно того, как ты сегодня себя чувствуешь. Если ты сегодня пришел удроченный, какие приседания в 300? Или что? Нет, давай, предтренд, выжри и пойдем, бля, 300. — Большинство же так и сделано. — Что будет? Ты же был трактористом. — А? — А? — А все-то трактористом в итоге. — Да. — Так и получится. — Поэтому я за то, чтобы была гармония. Я за разумность сегодня. Пройдя вот этот путь свой, я понимаю, что многих вещей я мог бы избежать. Но если бы я их избежал, я бы не мог сейчас говорить четко отчеты о том, что я сейчас говорю. — А вы же знаете, какое у вас прозвище в интернете? — Нет. — Нет? — Ну, короткройка, мне даже интересно. Сейчас краснее его найдем. — Философ бодибилдинг. — Да, мне не нравится слово философ, но философия интересная, мне просто само по себе не нравится, потому что философия — это пиздеж. А мой пиздеж, он сопровождается… — Из опыта вашего. — Из опыта. Поэтому я не философ. Философ — это теоретики. А я сегодня не говорю то, что я сам не прошел. — Скорее всего, здесь в слово «философ» закопано, скажем так, такой смысл, что вы любите бодибилдинг не такой вот, как вот он принято считать, грубо говоря, а вы по отношению к телу, по отношению к чувствительности и так далее. Тут больше, наверное, смысл не о том, что разглагольствовать, просто рассуждать и так далее, а в плане того, что вы четко понимаете, что нужно делать, как нужно делать. Можете это все аргументировать, объяснить. — Сейчас глупше. — Ром, давай вспомним наши тренировки. Во-первых, все наши тренировки с тобой построены на то, что мы снимаем. И если разобраться, ну так, допустим, потому что ты приходишь с целью, потому что до ребят хочешь донести. Ты сегодня цель преследишь такую. И я уверен, почему мне нравится с тобой общаться, мне нравится, я согласился на этот подкаст, почему мы сейчас разговариваем. По одной простой причине, ты четко отдаешь себе отчет, для чего ты что делаешь. А многие же этого не делают. То есть ты пришел ко мне, мы снимем тренировочку, ну мы потренируемся, но в основном это, чтобы ребята поняли. Цель это, ты открыто сказал это, ты не стал выпендриваться о том, что мы тренируем, потом... То есть все на своих местах. Я же в данной ситуации могу быть в камере. Почему? Ребята говорят, что ты свой YouTube-канал не видишь? Я, когда начинаю по поводу камеры работать, я занимаюсь не своим делом. Я должен работать по поводу тебя, а не по поводу камер. Это вот он должен работать по поводу камеры, а мы с собой должны делать свое дело. Я сегодня, как твой наставник, должен тебя тренировать. Ты, как тренируешься, должен тренироваться. Тренироваться должен для какой-то своей поставленной задачи, цели. Цель все равно должна быть в априори. И очень грамотно, когда ты приходишь, Александр, надо вот... Бажанова надо вот это. Хорошо. Мне, по большому счету, понимаешь, да, мне... Абсолютно. Мне фиолетово, да. Я вижу по глазам, кого-то мы парня заставляем заниматься, блядь, непонятно чем, понимаешь. Это, блядь, ну, пиздец. Я такой думаю, ну, я хотел сказать, Ромочка, что мы делаем уже? Я хотел четыре раза за время тренироваться сказать, Ромочка, что мы делаем? Ну, думаю, может быть, вы хотя бы на деньги поспорили или еще чем. Может, где-то какие-то дивиденды у вас там срастутся, да. Но не суть. Понимаешь? Потому что нельзя человека заставить делать то, что он не хочет или не понимает, для чего он это будет делать. Поэтому всегда должна быть цель. Я еще раз, я не знаю, тебе ли я рассказывал, как ребенок меня немножко шуганул, да. Помнишь эту историю? Да, да, да. Очень, кстати, многие резко восприяли это. Да? А они могут как угодно воспринимать, время покажет. Что, типа, как это ребенок не может там подойти просто так, без цели? Так он меня спросил же про это, что нужно обвинять за цели. Но каждый раз, когда он выходит, тогда цель проявить нежность. Но все равно есть, почему он это делает. Значит, ему понадобилась ласка. Он идет в цели. Причина, так это и есть сама цель. Почему мы хотим оправдаться? Мы каждый раз хотим оправдаться. Мы даже ласку не можем сказать, да мне нужна ласка. Он говорит, я просто так подошел. Да нет, ты подошел, потому что тебе ласка нужна. Чтобы пожалеть. Конечно. И человек должен точно. И мужик это тот человек, который четко должен понимать. Он подходит к женщине, чтобы получить ласку. И женщина та дура, которая это не понимает. У каждого поступка есть цель. Рука потянула. Цель взять телефон. Потом его покрутить. Просто чем-то занять руки. Тоже цель занять руки, потому что я там, не знаю, переживаю, нервничаю. Для чего ты это делаешь? Всегда есть сопровождение, почему ты это делаешь. Если ты делаешь бессмысленно, значит, ты теряешься. Ты должен объяснить все свои действия. И человек, который может объяснить, он никогда не будет делать лишнего. Он всегда будет четко аргументирован, будет развиваться. Он будет понимать, для чего он делает. Я только к этому веду. Я ни в коем случае не говорю, что этого не должно быть. Конечно. Я просто веду к тому, что своего ребенка я учу. Если ты что-то делаешь, ты должен понимать, для чего ты это сделал. Ты подошел обняться. Хорошо. Папочка, мне хочется любви. Да. Я понимаю. Я тоже тебя люблю. Все хорошо. Обниматься. Я понимаю. Сказав мне сегодня это, он говорит, мне нужна ласка. Я, придя с работы, понимаю, что его нужно обнять и поцеловать. А не просто так, что он подошел. Абсолютно верно. То есть ты, когда получив информацию, ты, как близкий человек, будешь стремиться восполнить. У нас самая проблема сегодня людей между мужчиной и женщиной. Они не умеют разговаривать. Одна думает, что если она ему щи приготовила, она охренная жена. Блядь, а ему нужно, чтобы по голове погладить, спросили, как у него дела. Она думает, блядь, щи приготовить, и что, мало? Просто они не говорят о своих целях. Что каждый, какую цель преследует. Да вообще, в целом, семейные отношения, это больше ушло в какую-то должностные, блядь, обязанности. Абсолютно верно. Потому что еще раз пойми, что здесь вопрос цель и желание, пожелание по поводу другого человека быть. Отношение между мужчиной и женщиной, это любовь. А любовь, это что это? Просто отдавание. Но отдавать ты можешь только в том случае, если есть обмен энергией. Ты не можешь просто так отдавать. Какой бы ты там упертый энергобит... У тебя когда-нибудь ресурс заканчивается. Если ты не получал обратную энергию, не восполняешь ее ничем, то все. Поэтому мужики находят себе всякий раз. Кто бухает, кто хобби ищет, кто на рыбалку ходит, в жопу себе морозит зимнюю, понимаешь? Кто чего хочет как-нибудь восполнить, как-то жить на этом белом свете, сука. И почему это не понимают близкие люди, я никак понять не могу. Знаешь, тут как угодно, но это факт. Это факт. Это так и есть. Сейчас же что? Я мужик, я зарабатываю, а ты должна это, ты должна то, ты должна... А почему не может быть все это... Но я вот не говорю, что должна. Вот я никогда перестал говорить слово «должна». Да никто ничего никому не должен. Абсолютно верно. Это должно быть желание сделать просто человеку приятным. И ему должно быть приятным. Смотри, должно быть, ты сам говоришь слово «должно быть». Ну как, ну блин... А попробуй без этого говорить. Смотри, не получается. Мы все равно накладываем на всякие должностные обязательства. Нет, я безусловно... Просто слово «должны» замени на слово «отдавание». Просто отдаю. Отдаю любовь, отдаю просто деньги. Отдаю взамен, и человек не обязательно должен мне их отдавать. Ну, дал в долг. Но, с другой стороны, я считаю, допустим, я как глава семьи и, грубо говоря, обеспечиваю семью. Я должен обеспечивать семью. Но это я требую себя, а не другого человека. Это ты себе. Абсолютно верно. К себе ты можешь сказать «я должен». Да. Вот себе это единственное, что мы должны делать. Я должен. Но, опять же, давай скажем так. А ты должен почему? Ну, потому что я взял на себя ответственность. Почему ты взял на себя ответственность? Потому что я захотел это. Захотел почему? Потому что у меня есть потребность, там, в человеке в любимом. Вот. Вот. Тебе нужна энергия. Ласка, энергия. Видишь, все упирается в энергию. Да. Просто есть люди, которые это могут, допустим, вот себе понятно объяснить. А есть люди, которые этого не понимают. Мы делаем все ради энергии. Единственное, ради чего мы живем, нам нужна просто энергия. Энергия нужна для ресурсов создавания, состояния, чтобы создавать все. Да. Чтобы двигаться дальше. Теперь надо просто найти источник этой энергии. И ты никому ничего не будешь должен. Ты просто говоришь, мне нужна моя цель получить энергию. Это вот относительно почему к ребенку начнем говорить. Моя цель Александра Федорова это получение, то есть созидание для получения энергии. Тогда я буду существовать на этом свете долго. Если этого не происходит, пиздарики. Давайте я задам, знаете, какой сейчас вопрос. Мы, наверное, будем закругляться с первым подкастом. Потому что очень-очень долго. Да? Вот. И можно рассуждать это все очень долго. Серия будет не первая. Первая, вторая, третья. Сериал вошел. На сегодняшний день, вот сегодня, 28 мая 2023 года, кто такой Александр Федоров? Ты знаешь, я себе скажу так. Кем бы я хотел себя видеть? Экспертом, наставником. Это единственное, что приходит мне в голову. Экспертом в тех областях, в которых я понимаю и развиваться в этой области. И быть реально наставником. Наставником не обязательно для спортсменов, а для тех, кому нужна поддержка. Вот эта энергия, которую я могу давать. Вот это мне нравится. Причем те люди, я хочу их выбирать. Потому что не все отдают. Потому что, понимаешь, отдавая энергию на тренировках. Вот, например, с тобой мы тренируемся, да, когда мы тренируемся. А у меня есть обмен энергией с тобой. То есть я от тебя не устаю. Да, вот когда мы реально понимаем. Только я понимаю, для чего. Когда мы с Бажановым были, я заколебался. Я не хочу такие тренировки выбирать. Просто есть вещи, для чего это нужно. Придет время, и я буду от них отказываться. Я хочу созидать то, что будет созидаемое, а не то, чтобы просто мутить воду. Вот Александр Федоров сегодня тот, кто хочет выбирать свою жизнь для созидания и получения энергии для существования большего созидания. Больше. Для обмена. Для обмена энергией. Кому нужна энергия, готов ее отдавать. Но я понимаю, что я вижу счастливое лицо. Это, знаешь, как ребенку. Сделаем что-то приятное. Он начинает улыбкой, отдает тебе ласку и тепло. Это то, ради чего мы живем. Почему нужна семья. Почему я тебя иначе создавать. Ты же, понимаешь, вопрос для чего, почему. Почему ты истинно докапываешься. Вот этим я сегодня занимаюсь. По ходу дела у меня это хорошо получается. Чем больше я этим занимаюсь, чем больше я копаю, тем больше у меня это получается. И тренировочный процесс. Реально я перестал планировать тренировки. Я в шоке. Когда мы с Яковлевым тренировались, я ехал в машину. Я первый, во-первых, переживал, парень готовится. Я создавал тренировки. Думаю, вот эта тренировка, тренировка. Я понял, очень сложно. В какой-то момент я еду и не понимаю, что мы сегодня будем делать. Да, спина. Да как, да это, да это, да это. Я никак не мог понять. И приезжаю в таком плохом настроении, понимаю, что у меня тренировочный процесс сегодня не готов. Он заходит в раздевалку, я вижу его глаза, он начинает со мной разговаривать, я понимаю, что мы будем делать. Это на уровне энергии. И каждый раз, как это получается? Тренировки вроде одни и те же упражнения, но тренировка каждый раз может быть разная. Это интересно. Время проходит быстро, незаметно, но в удовольствие, в кайф. Чем ты больше начинаешь кайфовать, чем больше ты начинаешь погружаться в процесс, получая энергию кайфа, тем больше ты растешь. И процесс, и результат не заставит себя долго. То есть процесс такой позитивный, классный, и результат как факт не заставит себя ждать. Он даже незаметно приходит. Он незаметно приходит, и потом ты начинаешь уже замещать. Обрати внимание, ты даже по диете. Жестко себя зажимаешь, непонятно, форма то ли улучшена. Как только себя расслабляешь. Сегодня я не диечу, но я просто понимаю, какие продукты мне хорошо, какие нет на уровне исхищения. Все замечают, кстати, вашу форму. И я ничего не делаю реально такого экстраординарного. Я реально могу сейчас пойти мороженое поесть, я батончики могу съесть, не говоря о качестве. Это просто на уровне состояния. И внутри чем больше я погружаюсь в комфорт, я начинаю больше анализировать. Есть люди, конечно, близкие, которые меня не понимают. А я потому что другим человеком становлюсь. Просто раскрываюсь больше. Но важно с ними все равно коммуникацию найти. Но надо дать им возможность привыкнуть ко мне. Надо дать им возможность привыкнуть. И я просто сегодня говорю, знаете, мне просто так не нравится. Не вы такие или не такие. Просто мне сегодня вот так не нравится. Это говорит о том, что ты с близкими людьми начинаешь говорить без претензии на существование. Или то, что они что-то не так делают. Просто мне бы так не хотелось. Я бы не хотел. А что ты у меня кричишь, если, например, я так... Ну, мне так не нравится просто. Мы можем по-другому сделать? Что ты на это ответишь? Ну, типа, да. Или нет. Или нет. Или нет. Но просто договориться. Но как только, а почему ты сделал так, или почему ты сделал так, или какому-то близкому человеку, другу, например. Упрек. Упрек – это претензия. И он зарождает за собой блок, который перестает давать обмен энергии. Начинается только разрушительный процесс. Только выплескиваешь ее в унитаз, сливаешь, сливаешь, но у тебя нет обмена. Ты разряжаешься. Поэтому устаешь уже к обеду. Еще больше, больше, больше уже... Понятно, почему вам дали. Устаешь. Философа про дебилки. Вопрос только об этом научиться применять. Потому что, понимаешь, говорить об этом, применять разные вещи. Даже люди все все знают. Из того, что я сейчас говорю, многие все понимают. Вопрос, могут ли они к себе это применить. Ты знаешь, когда я онлайн веду, я сегодня реально понимаю еще со временем, я буду повышать стоимость. Потому что зачастую я очень много трачу времени на то, чтобы анализирую видео. Которые они скидывают. Но прикол в том, что он скидывает, а он сам его не смотрит. Он ждет от меня комментариев. Но когда он сам начинает смотреть, он видит свои ошибки сам. Поэтому, представляешь, как ты будешь смотреть на свою жизнь и ее со стороны увидишь. Ты сразу найдешь, блин, что косяки. Если ты хочешь расти в этом роли. Теперь вопрос, хочешь ли ты духовно расти или нет. Многие говорят, да ну нахер, мне и так устраивает. Но тогда не обижайся, если завтра машина тебя собьет. Еще какие-то вещи. Будут вещи с тобой происходить такие же похуистичные, как ты сам к себе относишься. Но если у тебя все структурировано, ты живешь по поводу обмена энергии. Ты больше созидаешь положительной энергии, тебе приходит больше положительной энергии. Не созидаешь ничего, только потребляешь. Но и тобой тоже будет пренебрегать, и тобой будет потреблять. Закон жизни, закон джунглей. А что про Герасимова? А, кстати, на награждение на чемпионате России, когда награждали тяжелую категорию, вы что-то сказали Герасимову. Леша обратил на это внимание. И он говорит, будет подкаст, спроси, пожалуйста, что он им сказал. Я же награждал его в категорию, правильно? Абсолютно. Категорию. Я сказал, судить могут по-разному. Но это потом в подтверждении получилось, что он в абсолютке вышел и выиграл у Макса. И еще раз, понимаешь, по судейству это тоже отдельная история. Я просто дал понять человеку, что не надо останавливаться. Я не помню дословно, что я сказал. Моя задача только поддержать человека, который находится в хорошей форме, который потрудился. Мы же с ним тренировались просто. И он достаточно сильный, но есть вещи, которые все равно нужны. Я ему потом сказал. Я тебе более то скажу. Когда мы встретились, я ему выдал все, что я по этому поводу делал. Со всеми матами, со всеми последствиями. Потому что если ты в хорошей форме, ты должен и показывать себя на все 100%. То есть нельзя быть... На сцене надо всегда работать. Зачастую это так, когда ты много что имеешь, но потом... То есть ты долго трудился, а на сцене все это сливаешь. То есть ты должен себя с лучшей стороны показать, скрыть свои недостатки, показать свои достоинства, о чем мы говорили. Ну вот, поэтому... Ну, в итоге человек, чемпиональный классик Африка. Ну, видишь, как ты поехал. Да. Всем огромное спасибо за внимание. Александр, прежде всего, огромное спасибо. Еще хочу сказать огромнейшее спасибо владельцу этого зала, Станиславу Шахназарову. Огромное вам спасибо, что предоставили нам замечательную возможность. Просто антураж невероятный. Не студия. Но сегодня я тебе так скажу, что, наверное, есть зал, в которых я был. Но сегодня здесь более комфортная, духовная, душевная обстановка. И знаешь, что многие подмечают... А почему, говорит, здесь все здороваются? Это вот такая культура. Вот, это дорогого стоит реально. Да, сейчас в фитнес-центрах нет вообще такого. Нету вообще такого. Жесть. Вообще нету такого. Спасибо, дорогие, за внимание. Мы обязательно продолжим серию этих подкастов. Но будем более структурированы и более детально обсуждать какие-то темы. Потому что очень интересно слушать Александра и его мнение, его размышления на ту или иную тему. Я думаю, не мне, а одному. Потому что сегодня я практически молчал и только слушал. Потому что... Потому что... Всем огромное спасибо. Ну и, может быть, от вас какой-то заключительный вопрос. Просто потому что... Я думаю, вот здесь надо было закончить. Я уже думал, что я уже не буду говорить. Подкаст – это действительно тогда, когда мы проговариваем. Мы проговорили сегодня наболевшие темы, наверное, какие-то. Но хотелось бы, чтобы у подкастов было продолжение. Потому что сегодня мы только свое какое-то мнение высказали или, наверное, какую-то идею. Но помнишь, да, я говорю, что мы можем что-то сказать. Мы просто надо последовательность действий. Да? Собирать вокруг себя единомышленников. Потому что даже, как бы мы ни говорили, и цель наша не то, что... Знаешь, как многие говорят там, ну, ты говоришь, ты и сделай. Нет. Сегодня каждый должен заниматься своим делом. Кто-то подает идею, кто-то воплощает, кто-то умеет руками делать, кто-то еще просто соединяться нужно в единое коалицию, в единую семью. И действительно создавать что-то уникальное, что-то серьезное, крутое. Это касается не только соревнований, это касается зал, например. Это касается как дружелюбную команду, клуб по интересам, все что угодно. Поэтому я считаю, что всем, кому интересно, я хотел бы, чтобы в этом подкасте они ставили лайки. Кто бы, например, вступил бы, если мы создадим клуб, например, по интересам, кто бы вступил в этот клуб единомышленников. И действительно, ну, только не с точки зрения поболтать, о которой я, вступив в клуб, действительно могу делиться энергией, созидать и отдавать. Ну, и, конечно, питаться энергией самостоятельно самому. Аминь. Всем пока.